Глава 17. В Париже. Бенуа, Лувр во мраке, Менар, Симон. Только что я рассказал про то, каким полезным мне оказалось знакомство со швейцаром Нотр-Дам. Заодно я здесь же расскажу, как мне несколько позже выдалось счастье более интимно ознакомиться с Лувром. Случилось это благодаря моему знакомству с однофамильцем Камиллом Бенуа, одним из тончайших и разносторонних знатоков искусства, каких за последние годы XIX века дала Франция. По своей основной специальности Бенуа был музыкантом, композитором и критиком. И в этом причина, почему Фонтен Латур включил его в ту группу музыкальных деятелей, что представлено на портрете, носящем наименование «Дань уважения Шабрие». Мне Камил Бенуа чем-то напоминал нурок. В нем жило тоже ненасытное любопытство, та же склонность к чудачеству, та же потребность озадачивать, которая придавала нашему петербургскому другу нечто гофманское. У Бенуа отношение к прошлому искусства не было похоже на обычное. Он вечно зачем-либо охотился, что-то открывал, но делал это вовсе не из каких-либо стяжательных или, скажем, карьерных побуждений, а из какого-то спортивного вкуса. Не было в нем и ничего педантичного. Если он и не прочь был блеснуть своей действительно необычайной эрудицией, то это происходило отчасти из той же потребности эпатировать, отчасти же потому, что он своих знаний не считал нужным прятать под спудом, а отдавал их на общее пользование. Страсть или страстишка ко всякого рода озадачиванием, вероятно, привела его и к тому, чтобы меня ознакомить с изнанкой Лувра. Вовсе не как с административным целым, а как с чем-то таинственным и загадочным. Он обожал Лувр. Его пленили следы прошлого, что встречаются в нем на каждом шагу, несмотря на всякие переделки и часто варварские искажения. Бенуа в течение многих часов водил меня по секретным коридорам и лестницам. Мы спускались в подвалы, обошли чердаки, частью отданные под запасные склады. Я был поражен грудами туда отложенных и несправедливо позабытых картин, среди коих имелось немало прекрасных и некогда прославленных. Таких прогулок было несколько. Они начинались с момента закрытия музея для публики. Между прочим, меня поразила внезапность, с которой происходил переход в настроениях и в самом виде охранного персонала. Мгновенно из унылых, несколько чванных блюстителей порядка, эти люди, освободившись от своих старомодных мундиров и треуголок, превращались в подобие распущенных по окончании занятий школьников. Нелишенным театральности показался мне момент, когда тамбур, на котором покоятся остатки знаменитых алмазов короны, от нажима кнопки медленно опускается под пол в особый тайник, куда доступ к грабителям считается абсолютно невозможным. Особое же удовольствие я получил во время третьей такой прогулки, произошедшей уже по наступлении полной темноты, когда пришлось шествовать при свете простой керосиновой лампы, которую Бенуа держал в руке. Нескончаемые залы, погруженные в жуткое безмолвие, были населены одними тенями. Знакомые и любимые картины и скульптуры вдруг выскакивали из мрака и снова погружались в него. Было странно встретиться в таких условиях с усмешкой Моны Лизы, со скользящими фигурами на фресках Сандро, тогда помещенных на лестнице, со свирепым взглядом кондотьера Антонелла Домиссина, с купальщицей Рембрандта, со ставшим во фрунт Жилем Ватто. Закончили мы наш обзор перед полустатуей той древней Испанки, которая была открыта где-то около Эльчи. Эту скульптуру французское правительство позже обменяло на что-то, что хранилось в Испании. О, каким страшным выходцем с того света показалась мне среди всей темени эта сутулая покойница, вся увешанная тяжелыми и странными уборами. Познакомился я с Бенуа у своих французских приятелей. Не то у Симонов, не то у Минара. В свою очередь, мое знакомство с ними произошло благодаря тому, что мне очень понравились их произведения, выставленные на выставках аквалеристов и пастелистов, и мне не стоило большого труда убедить княгиню Тенишеву приобрести от каждого из этих мастеров по одному произведению для нашего собрания. Особенно мне понравилась серия пейзажей Минара, в которых он задавался трудной задачей передать эффект освещенных вечерними лучами облаков, громоздящихся над морским простором. Одну из таких картин Минара уступил княгине. Выставка к тому времени успела закрыться, и я отправился к художнику на дом. Через Минара я познакомился и с его ближайшим другом Люсьеном Симоном, а также с другими художниками Скотте, Прине, Жоржем де Вольером и братьями Сальо. С некоторыми из них мое знакомство протянулось затем на годы, и именно это сближение помогло мне лучше понять французское общество, его обычаи и самый его дух. Большинство в этой группе принадлежало к классу, более или менее обеспеченной буржуазии, и к той категории, которая у нас в России получила прозвище интеллигенция. Напротив, в нее не входили ни представители богемы, ни элементы аристократические, которых эти художники скорее чуждались. Самым симпатичным из этих новых знакомых был Рене Минар. Минар Эмиль Рене, 1862-1930, сын историка искусства Рене Минара, был автором картин преимущественно на темы античности и букалические сюжеты. Уже одно то, что он был сыном того Минара, книга которого была моим первым и когда-то любимым пособием по изучению истории искусства, уже одно это располагало меня к приятию Минара в мое сердце. Но понравилось мне и все его обиталище, очень скромное, но все же свидетельствовавшее об изысканных вкусах хозяина. В этом небольшом, но светлом ателье, в верхнем этаже дома номер три на площади Сурбонны, не было ни роскошной мебели, ни гобеленов на стенах, чему тогда полагалось быть в каждой маломальски элегантной художественной мастерской. Зато висели хорошие фотографии и гравюры с разных художественных произведений. И как раз то были все вещи и мне особенно дорогие и близкие. С них наша беседа и началась, причем она сразу приняла то направление, которое, не будь безнадежной черты недоступности французов, привело бы меня и к дружбе на русский лад с Минаром. К сожалению, именно этой дружбы из моего знакомства с ним и не получилось. Не получилось такой дружбы и в результате многолетнего знакомства с другими французскими художниками. Ведь иностранцу не преодолеть ту сдержанность, осмотрительность, то себе на уме, с которым типичный француз относится ко всем и ко всему. Впрочем, про Минара я должен сказать, что хотя он и был очень характерным французом, хоть до русской дружбы у нас не дошло, он все же был необычайно приятным человеком и производил впечатление человека с довольно открытой душой, охотно поддающегося всяким художественным эмоциям и склонного ими делиться. Самая наружность Минара располагала к нему. Высокий рост, полнота, склонная к тучности, крупные черты лица, добрые глаза, все оставляло и внушительное, и располагающее к нему впечатление. К этому надо прибавить довольно длинно отрощенную черную бороду, красивые плавные жесты, приятно звучащий голос. Очень эффектным я его помню на вернисаже, где уже издали можно было отличить в толпе его массивную фигуру и его высокий цилиндр среди обступавших его нарядных дам. Будучи очень красивым и видным мужчиной, он, несомненно, должен был пользоваться значительным успехом. Однако, если это и было так, то это не выражалось ни в разговоре, ни в том, как Минар держал себя с женщинами. На меня он производил скорее впечатление человека целомудренного, и, возможно, что это качество лишало тех многих особ, которыми он населял свои пейзажи, какой-то эротической убедительности. Чувствовалось, что Минар их вводит, руководствуясь предвзятым намерением подражать Пуссену, а не потому, что природа для него насыщена неким любовным зерьем. Эти нимфы, дриады и просто купальщицы едва ли чудились ему, когда он сидел на натуре. Минар, впрочем, едва ли много сиживал на натуре. Его произведения тем особенно и отличались от работ Симона, что они в значительной степени измышленны. Получив творческий импульс от какого-либо эффекта или мотива в природе, Минар затем уже от себя превращал все виденное в картину. С натуры он делал только маленькие, иногда прелестные наброски и заметки, но таковые он прятал и показывать не любил. Это были как бы лабораторные препараты, вспомогательные работы, его подспорья, а отнюдь не то, в чем он видел цель и назначение художника. После нескольких моих посещений моего знакомого, он выразил желание побывать у меня и ознакомиться с моими работами. Отлично запомнился мне этот его первый визит на Рю Казимир-Перье. Происходило это в апреле 1897 года. Стояла удушливая жара, и бедный толстяк, поднявшись на пятый этаж по довольно крутой лестнице, долго не мог отдышаться и буквально изнывал от жары. От вина он отказался, зато ему понравился тот сладкий шипучий сидр, что был гордостью нашего соседнего бокалейщика. Он выпил его всю литровую бутылку сразу, и только после этого пришел в себя. Однако, сколько и я, и моя жена его не убеждали освободиться от тяжелого сюртука, тогда это было в обычае даже в самые теплые дни делать визиты в сюртуке, Минар отказался. Единственно из соблюдения известного декорума. Второй из французских художников, с которым я вошел в более тесное общение, был Люсиен Симон. Минар и Симон были очень близкие между собой приятели, однако, как личности и художники, они представляли собой определенный контраст. Минар при всей своей внутренней сдержанности выказывал в своем внешнем облике известную открытость и широту. Симон, напротив, производил впечатление сухости и замкнутости. И, в сущности, он таким, несмотря на многие свидетельства его расположения ко мне, в моем представлении и остался. Зато нас с женой совершенно пленила госпожа Симон. Они были такими же молодоженами, как и мы, являвшая в своей белокурой красоте некий идеал французской женщины с весьма чарующим намеком на нечто германское. К этому надо прибавить удивительное, лишенное какой-либо гримасы, радушие и способность быстро переходить с новыми знакомыми на какой-то почти товарищеский тон, благодаря которому гость уже через полчаса начинал себя чувствовать у Симонов как дома. Жанна Симон была и сама талантливой и очень своеобразной художницей. Верная ученица во всем, что касается техники своего мужа, она в смысле содержания своего искусства представляла с ним полный и очень приятный контраст. Как раз то, чего не хватало ему, было у Жанны в избытке, а именно чувство поэзии. В ее религиозных композициях, темы для которых были навеяны ее семейным бытом, не было ничего дамского, приторного, фальшивого. Мне было приятно бывать у Симонов, и я переставал себя чувствовать там чужим среди всего этого общества, отличавшегося, как всякое другое французское общество, чрезвычайной разговорчивостью, старанием блистать, но и известной чопорностью. Особенно таковым оно показалось мне в те времена, когда всякие правила хорошего тона были еще в полной силе и когда надлежало их знать на зубок, чтобы на вас не смотрели косы. Мне импонировали эти точно сошедшие с модных картинок распранченные дамы в своих огромных шляпах, и меня удивляли эти идеально причесанные и одетые господа, которые, распивая чай, жонглировали своими чашками, не покидая тростей и блистательных цилиндров. К тому же в зимние месяцы парижане, как то было еще при Луи Каторзе, даже богатые дома тогда далеко недостаточно отапливались, входили в гостиную, не снимая ни пальто, ни перчаток. Нужно еще прибавить, что Жанна Симон, благодаря присущему ей природному вкусу, сумела сделать свой интерьер необычайно изящным и уютным. Это была великая редкость в тогдашнем Париже. Нечто подобное тому, как выглядела их квартира в верхнем этаже довольно парадного дома на бульваре Монпарнас, я встретил только еще у незабвенной, милейшей и столь даровитой Марии Васильевны Якунчиковой, с которой я тоже в это время подружился в Париже, подружился, преодолевая ее специфически русскую застенчивость. Причем в этом преодолении мной двигал мой искренний восторг от ее творчества. Произведения Якунчиковой 1870-1902 годы, работавшие в живописи о форте и в сфере прикладного искусства, высоко оценивались в ту пору и другими художественными критиками. Так Муратов, уже после смерти художницы, поставил ее имя в ряд с именами лучших русских живописцев рубежа столетий. Может быть, недалеко уже то время, когда эти годы, годы Серова, Коровина, Врубеля, Сомова, Якунчиковой и Мусатова будут называться лучезарной эпохой русской живописи. Муратов о нашей художественной культуре. Московский еженедельник, 1906 год, номер 38, страница 35. Комнаты у Симонов и у Якунчиковой носили слегка английский характер. В них прелестно сочетались матово-зеленый тон затянутых материи стен с красной обивкой мебели и со светлой деревянной обшивкой. Что же касается дотворчества Люсьена Симона, то меня очень поленила его широкая, бодрая, уверенная манера как в масле, так особенно в аквареле. Нравились и его краски, в которых было столько света и свежести. Особенно я оценил некоторые портреты, но и в бретонских сюжетах Симона было столько бодрости, здоровой простоты. Акварельный портрет его двух детей я приобрел для Тенишевского собрания. По распродаже его в 1903 году он достался Боткину. Он чудесно передавал и суровый характер местности, и то, что в жителях этих местностей есть первобытного, дикого. Сами Симоны жили летом в своей приветливой вилле на берегу моря в окрестностях Кемпера в Беноде. Это было прекрасное место для наслаждения воздухом, морем, для купания, для прогулок в близлежащих сосновых рощах. Но там всякие формы цивилизации успели за последние полвека значительно смягчить нравы, оккультурить этих последних европейских туземцев. Напротив, древняя Арморика продолжала существовать в своем чистом виде на полуострове Пен-Марк, на котором в глубокой древности были расположены цветущие города, и которые теперь представляются краем заброшенным, опустелым и точно все еще подверженным каким-то зловещим проклятиям. Кемпер — город в Британе, близ мыса Пен-Марк, юго-западной оконечности бретонского полуострова. Арморика — древнее кельтское название Британии. Население Пен-Марка, игнорируя благодеяние цивилизации, было в те годы почти поголовно неграмотным, зато хранило с упорным фанатизмом заветы праотцев. Это сказывалось как в необычайно цветистой, затейливой и тяжелой одежде женщин, как в языке, в этой области тогда по-французски никто не говорил, так и в обычаях, в какое-то доизуверство доходящей преданности церкви и ее служителям. Сюда туристы в те времена заглядывали редко, автомобилей еще не было, только случайно, и никто из парижан не обзаводился здесь собственным жилищем. От скал, от камней, от пустынных дорог, от приземистых домов, от полуразрушенных церквей и капелл тогда веяло какой-то жутью. Это была страна очень страшных легенд и сказок, здесь даже среди дня могли почудиться кошмарные привидения. Все это вместе взятое и могло пленить художника. И как раз два наиболее видных парижских живописца конца XIX века часто искали именно в самых суровых местах Британии вдохновение и мотивы для своих картин. То были Симон и Котте. Вспомним, что Иго Ген начал около того же времени свою творческую карьеру с бретонских мотивов, которым он придавал совершенно своеобразную цветистость и фантастичность. Но если второму особенно давалось выразить нечто от самой души этой страны, то Симон довольствовался передачей одной чисто внешней стороны, что, впрочем, он делал с большим совершенством. Больше всего мне нравились его большие непосредственные этюды акварелью, а также его первые мысли картин, тогда как в окончательных версиях их почти всегда проглядывает известная школьная выправка. Надо еще сказать, что насколько госпожа Симон была натурой религиозной, по-детски верующей, настолько ее муж, как истый француз, в вопросах религии и вообще в отношении всякой мистики, выказывал полное безразличие. Мне запомнился один характерный его ответ. Речь зашла о конце мира, который некоторые астрономы предвещали в самом близком будущем. Я был чрезвычайно встревожен мыслью, что вдруг не станет завтрашнего дня и что все, что мне дорого, из-за чего казалось жить стоит, исчезнет безвозвратно. Я мучительно себя вопрошал, для чего же Господу Богу понадобилось все это создавать, когда все равно все обречено на бесследное исчезновение. Мысли эти я и поведал Симону, но он только улыбнулся и произнес следующую фразу. Что до меня, то мне это безразлично. Такое безбожное равнодушие меня тогда огорчило и возмутило. Но в то же время я понял, почему творчество Симона, хотя оно и было мне очень по вкусу, все же как-то соскальзывало с моей души. Глава восемнадцатая. Морис Дени, Волотон, Боннар, Вюйяр. Весь мой первый парижский сезон, 1896-1897, прошел без того, чтобы я продвинулся в своем ознакомлении с современным искусством дальше импрессионистов. И лишь в следующем году я стал обращать внимание на более передовые явления. Среди них были и такие, которыми я увлекался в чрезвычайной степени. Однако уже если импрессионистов приходилось до 1900 года отыскивать, делать усилия, чтобы увидать что-либо из произведений Моне, Дега, Сеслея, Ренуара и Писсаро, то относительно художников, еще менее угодных официальному миру и вкусу, ознакомление с ними представляло трудности непреодоримые. На больших выставках они не участвовали. Салон Д'Атон был учрежден только в 1900 году. Частные коллекции были мне неизвестны. Реклама, к какой мы теперь привыкли, была в зачаточном состоянии. С середины 80-х годов, и особенно после Всемирной выставки 1889 года, число выставочных объединений салонов стало заметно расти. Салон Д'Атон, осенний салон, был последним из возникших в конце 19-го, начале 20-го века салонов, утвержден в 1903 году, привлекшим на свои экспозиции импрессионистов и постимпрессионистов. Положение осенних салонов во французской художественной культуре приближалось к тому, которое занимали в русской художественной культуре выставки мира искусства и отчасти союза русских художников. Из русских художников его членами были Сомов, Бакст, Грабарь, Кузнецов, Кандинский, Ларионов, Тархов, Голубкина, Трубецкой и некоторые другие. Единственными местами, где эта молодежь изредка, очень редко появлялась, была та же галерея старика Дюран-Рюэля, да еще лавка Воллара и салон независимых. Общество независимых художников возникло в 1884 году и положило начало учреждению новых, в противовес официальному салону Общества французских художников, художественных салонов. Весенние выставки независимых, для которых воздвигались длинные бараки на берегу сены, привлекали художников разных течений. Условия выставок допускали любого записавшегося, жюри отсутствовало, свобода создавала пеструю и яркую картину бурной действительности. Здесь водоворот школ направлений, вкусов и взглядов, писал Терновец. От крайне правых до крайне левых, от смешного дилетантизма и любительства до высоких и значительных произведений. Выставка о независимых не имеет каких-либо аналогий в нашей художественной жизни. Трудно передать всю силу и резкость контрастов и противопоставлений. Она привлекала всегда новаторов и наиболее яркие полотна диких, то есть Анри и Матисса и его друзей, как потом кубистов и орфистов де Луне. Терновец. Письма. Дневники. Статьи. Москва. 1977 год. Страница. Сотая. Вообще художественные магазины торговали товаром, который показался бы сейчас до удивления старомодным. Неоспоримыми любимцами и торговцев, и собирателей, и широкой публики продолжали оставаться Эннер, Руабе, Рибо, Шаплен, Бель, а то и слащавые или ультра-академические живописцы, которые теперь окончательно забыты. Не видно было, впрочем, в магазинах и художников чисто академического порядка, все еще славившихся на весь образованный мир. Неминуемо должно теперь вызывать удивление, что я до сих пор не упомянул имен тех четырех художников, которые ныне уже лет тридцать как возведены в первейший ранг французской школы имена Сезанна, Гогена, Ван Гога и Сюра. Правда, о них тогда поговаривали в специальных кружках, но видеть их произведений не было никакой возможности. О Гогене, уже проживавшем в те дни на Полинезийских островах, я имел представление по рассказам Бирля, но то было представление чисто литературного порядка. Я только мог воображать себе нечто, когда речь заходила о творчестве этого великого чудака, реального же представления о нем я не имел. Не мудрено поэтому, что когда я увидел в открывшейся около того времени лавочки Воллара на той же Рюлафит, первые его картины, я был озадачен и разочарован, не найдя их такими, какими я их видел в своем воображении. Впрочем, первое, что я увидал из творчества Гогена, была вовсе не живопись, а то были какие-то деревянные изделия и среди них целая разукрашенная резьбой художника кровать красного дерева, занимавшая всю ширину витрины Воллара и стоявшая окруженная всякими тропическими раковинами и ритуальными масками туземцев. Все это было прислано художникам из далекой, тогда еще очень таинственной и малодоступной океании. Что же касается Досезанна, то из его картин я в Париже тех дней не видал ни одной, что, однако, не мешало ходить всяким рассказам об этом еще большем чудаке, скрывавшемся где-то в Провансе. Наконец, самые имена Сера и Ван Гога цитировались редко и считалось понаслышке, что оба художника настоящие безумцы. Никому в голову не могло прийти, чтобы их творчество получило бы со временем первостатейное значение, и слава их затмила всех остальных и даже самых знаменитых. Но вот, как бы минуя одно звено в эволюции современного искусства, я довольно скоро узнал о существовании группы молодых художников, не без основания считавших себя преемниками и Сезанна, и Гогена, отчасти и Ван Гога, и Сера. Один из этих художников, которые были тогда известны под этикеткой нео-импрессионистов, Морис Дени изобразил себя и ближайших товарищей, сплотившихся как раз перед натюрмортом Сезанна, и озаглавил этот свой групповой портрет, по аналогии с подобными же группами Фонтен-Латура. Дань уважения Сезанну. В эту группу входили, кроме Дени, Боннар, Вюяр, Руссель, Герен. Другую группу составляли пуантилисты, делившие наследство Сера, среди которых особой яркостью красок отличался синьяк. Насколько первая из этих групп была мне по сердцу, настолько вторая оставляла меня холодным. Моё ознакомление с нео-импрессионистами как раз началось с Мориса Дени. И он же в течение нескольких лет оставался одним из моих любимцев. Забегая вперёд, должен тут же покаяться в том, что я усиленно пропагандировал Дени в России, и ни одна моя встреча с московскими меценатами не обходилась без того, чтобы я их не упрекал за их равнодушие к этому мастеру. На Сергея Ивановича Щукина эти постоянные мои упрёки не возымели действия, но своего брата Петра, он по моему настоянию заставил купить одну из капитальных картин Дени в лесу, тогда как самый значительный их конкурент по собирательству Иван Абрамович Морозов расхрабрился до того, что дал Дени возможность высказаться вполне. Щукин Сергей Иванович, 1854-1937, московский коллекционер западного искусства, первый среди собирателей энтузиаст новой французской живописи, один из четырёх братьев Щукиных, собирателей художественных произведений Пётр, Дмитрий и Иван Иванович. Его галерея находилась в Большом Знаменском переулке, дом 8, близ Знаменской улицы, ныне улица Фрунзе. Превосходная коллекция картин импрессионистов, Гогена и в особенности Матисса и Пикассо, Руссо и Дерена была им завещана городу. Позднее она составила значительную часть собрания Государственного музея нового западного искусства. Щукин Пётр Иванович, 1852-1912, был собирателем русской художественной старины, но в его особняке на Грузинской имелась коллекция картин новой французской живописи, лучшие вещи которой еще при жизни перешли в собрание Сергея Ивановича Щукина, в том числе картина «Дени священная роща». Иван Абрамович Морозов, 1871-1921, коллекционер французской живописи, собрание которого легло в основу Государственного музея нового западного искусства. В 1906 году Морозовым были приобретены у Дени картины «Святой источник» и «Вак» и «Ариадна», и заказана парная к последней полифем. В 1907 году совместно с Дени им задумано оформление большого концертного зала в особняке на Причистенке, ныне улица Кропоткина. В качестве сюжета избрана история психеи. С эскизными набросками композиции Дени побывал в Северной Италии, чтобы на фоне ее пейзажей развернуть серию мифологических сюжетов. Пять панно были им завершены к осени 1908 года и показаны на выставке осеннего салона. К концу года панно были перевезены в Москву и закреплены на стенах зала. И до чего же мне стало неловко, когда собственник-заказчик торжественно ввел меня в только что украшенную картинами Дени галерею, посвященную истории психеи, и я убедился, что именно этого не следовало делать, что именно в таком мнимо-высоком искусстве неминуемо должна была обнаружиться вся несостоятельность художника и, что еще хуже, его безвкусие. С тех пор мое отношение к Дени не изменилось и, разумеется, не мог подействовать на такое изменение тот многосложный и столь неудачный плафон, который он создал для зрительного зала театра Елисейских полей. Ненавистна мне вся деятельность Дени в области якобы возрождения церковного искусства. Ни в чем так не сказывается фальшь, как именно в этих подделках под религиозные чувства. Но когда мне случается видеть его прежние скромные и искренние работы или такие произведения, в которых ему и позже, к сожалению, слишком редко удавалось возвращаться к своему изначальному отношению к задаче, то я по-прежнему оказываюсь в плену исключительного его обаяния. По существу Морис Дени все же подлинный художник, но только не понявший меру и границы своих возможностей. Таких печальных недоразумений, какое произошло с ним, история искусства последних десятилетий насчитывает немало. Тогда, в том далеком 1898 году, я был особенно очарован той скромной выставочкой, которую Дени, только что вернувшийся из путешествия по Италии, устроил, развесив без всякой претензии свои маленькие и скромненькие рамочки по тесной и довольно убого обставленной лавке Валлара. Что за совершенно самобытное, совершенно новое и необычайно тонкое понимание Италии он в них обнаружил. Это были мимолетные заметки, но в них было куда больше чувства и поэзии, самой души вещей, нежели в иных и очень усердных, точных и эффектных изображениях. Казалось, точно от этих крошечных, то на дощечках, то на картонах, писанных картинок Мориса Дени, шел тот же бальзамный дух, каким дышишь среди кипарисов и сосновых рощ Тосканы. Иная розовая, позлощенная отблеском зари стена монастыря, выделяющаяся на фоне нежнейшей лазури, была целым откровением. А как чудесны были дерзкие по контрастам сопоставления, остававшиеся, однако, мягкими и благородными благодаря исключительному пониманию отношений. В его бретонских приморских пейзажах с фигурами резвящейся молодежи улыбалась та же ясность и та же душевная чистота. Как тут было не возникнуть убеждению, что Морис Дени может стать прекраснейшим художником? Однако, верный своему правилу, я и тогда не пожелал войти в личное общение с моим кумиром, и знакомство мое с Дени произошло уже в течение второго моего пребывания в Париже, 1905-1907, о чем я постараюсь рассказать в своем месте. Принял я участие и в том чествовании, которым русские художники пожелали отметить его приезд в Москву и Петербург. Морис Дени приезжал в Москву в январе 1909 года, чтобы проверить впечатления, производимые панно, и прописать их, притушив излишнюю резкость красок. К концу 1909 года панно были закончены, присланы в Москву и установлены. Терновец, письма, дневники, статьи, страница 109-111. В честь приезда Дени русскими художниками был дан обед. Мариса Дени я до своего поселения в Париже даже по имени не знал. Имена же его товарищей Боннара и Волотона были мне знакомы, и особенно я оценил отдельно изданные гравюры на дереве последнего. Несколько таких листов принес как-то нурок, и эти мрачнейшие композиции Волотона произвели на меня такое впечатление, что я поспешил добыть всю серию их, что стоило, кстати, сказать, не так уж дорого. И какой эффект производил я, показывая эти страшные сюжеты приятелям и знакомым. Особенно поражали сцены гильотина, утопающие или крокморы, спускающие гроб по узкой лестнице. Крокморы-факельщики. Сведение в них всего к простейшим и наиболее характерным схемам представлялось мне тогда идеалом. В Париже я увидел и живопись Волотона. Но, не будь моего предварительного увлечения его гравюрами, я бы, пожалуй, просто не обратил на нее внимания. До того его картины казались обыденными, а иные напоминали раскрашенные фотографии. Все же, во имя своей прежней симпатии к художнику, я заставил себя игнорировать эти дефекты и, преодолевая свою стеснительность, пошел знакомиться с ним. Жил он тогда в тесной и убогой квартирке под самым небом, где-то на рю Жакоб или на рю Дель-Юниверсите. Принял он меня довольно холодно и в течение почти всей нашей беседы жаловался на свои плохие обстоятельства, а из своих произведений он показал мне всего два-три холста. В общем, Валутон представился мне человеком сухим, болезненно озлобленным на судьбу, и это впечатление было настолько невыгодно, что я и не попытался больше поддерживать это знакомство. И с виду Валутон не производил приятного впечатления. Неприятно были его светло-рыжие, гладко начесанные на лоб волосы, его унылые выражения лица, и что-то во всей манере держаться типично швейцарское, методистское, пресное, черствое. Возможно, что впоследствии успех и то, что он получил на время мировое имя и даже довольно высокую котировку, изменили характер и даже наружность его к лучшему. Но я об этом судить не могу, так как больше с ним не встречался. Считалось, что этому успеху в некоторой степени способствовало то, что он породнился с богатым торговцем Бернгеймом. Боннар в те годы, 1897, 1898, 1899, был долговязым, тощим, темноволосым и темнобородым молодым человеком, типичным парижским студентом или рапеном. Теперьшний седовласый бритый Боннар совсем не походил на него. И с ним я не поддерживал завязавшееся было знакомство. Но тут причиной был его специфический, французский, насмешливый, язвительный ум, которого я побаивался и который меня раздражал. Однако едва ли не эта самая склонность к шутке и к насмешке сказалась и в его творчестве. Этот насмешливый ум обыкновенно связан с некой неисправимой поверхностностью. А эта поверхностность, в свою очередь, питается самоудовлетворенностью, тем, что хорошо определяет слово «самодовольство». Это тем более в отношении Боннара досадно, что в чисто красочном смысле Франция конца XIX века не создала, пожалуй, художника, равного Боннару. Уж если к кому могут быть приложены слова «феерическая палитра», то это именно к нему. Нужды нет при этом, что такая фееричность не проявляется в чем-либо сказочном по сюжету. Чудодейственный глаз Боннара открывает и в самых обыденных вещах изумительное сокровище цветистости. Говоря о нем, нельзя обойтись без сравнения его живописи с музыкой. Краски Боннара действительно поют, звенят, сливаются в совершенно своеобразные аккорды. Но вот при всем том в целом искусство его представляется пустым, часто даже нелепым. Трудно назвать хоть одну какую-нибудь картину Боннара, выделить ее во всем этом однообразном пестром и сверкающем калейдоскопе. В целом все творение его представляется одним сплошным ковром, в котором чудные краски и чудесные сочетания путаются, наплывают одни на другие, а в общем создают впечатление бесформенного хаоса. Едва ли поэтому можно быть уверенным в вечности его творения. С большей уверенностью можно пророчить вечность творению Вюяра. И как раз той части его, которая создавалась в годы, когда он только начинал выступать и обращать на себя внимание, иначе говоря, до 1900 года. В это время жизненные условия обрекали художника на существование более чем скромное. Но вот в самом ультрамещанском быту Вюяр сумел выискать всю ту красоту и всю ту поэзию, которые в сущности разлиты повсюду, но различить которые, будь то во дворце, будь то в лачуге, дано только глазу и душе подлинного художника. Таким глазом и такой душой обладал в полной мере Вюяр. И как-то особенно этот божественный дар проявился тогда, когда предметами его наблюдения и любования было то убогое, но по-своему уютное и милое, что его окружало. В основе живописной магии Вюяра лежит то, как он чувствует отношения. Но в этих отношениях Вюяр выискивает нечто большее, нежели только прелестную игру. Посредством их он умеет передать, так сказать, самую духовную эманацию предметов. Он настоящий поэт. В его комнатах, в его садах, особенно в комнатах, живет мир, тихое счастье семейного быта. И чем эти комнаты и сады Вюяра менее казисты, а подчас и просто банальны, тем эта душа выявляется более отчетливо и пленительно. Позже Вюяр, подчиняясь обыкновению, регулирующему всю художественную жизнь Франции, создал себе специальность. Он сделался портретистом интерьеров, преимущественно зажиточных и даже роскошных. В каждом случае он мастерски справлялся с поставленной задачей и с заказом, но как раз то, что составляло основную прелесть первых лет его творчества, покидает его. И лишь изредка Вюяру удается создавать вещи, в которых все еще светится какой-то далекий отблеск подлинной поэзии. Я бы даже сказал, что изо всех современных французских художников именно Вюяр стал мне наиболее близким и дорогим. Я тогда же с ним познакомился. Он мне и лично очень понравился. Понравился весь его скромный и даже застенчивый вид. Понравилась его наружность, в которой особенно бросалась в глаза его светлорусая окладистая борода, придававшая Вюяру какое-то сходство с капуцином. Однако из нашего знакомства в дальнейшем ничего не вышло, и возможно, что не вышло потому, что он в достаточной для меня степени высказался в своей живописи, а общение, беседа с ним, ничего существенного к изъявлению его личности не прибавляли. Глава девятнадцатая Моё коллекционерство В общем, наша первая зима в Париже прошла без особенных событий, безмятежно, но не без пользы для нас обоих. Атя в чуждой обстановке, в нашем по необходимости упрощенном быту, созрела как хозяйка, как мать и даже как супруга. Не утратив своей главной и наиболее ценной чарующей черты удивительной непосредственности, она набралась жизненного опыта и мудрости. Что же касается меня, то, не говоря уже о той пользе, которую я почерпнул для своего художественного развития в том, что видел столько нового и превосходного, Я, несомненно, созревал, расставаясь со всякими ненужными пережитками юности и с остатками своего провинциализма, выражавшимися в известной бестолковости, сумбурности и узости моих художественных восприятий. Сделал я и успехи в чисто художественном отношении. Я очень много рисовал с натуры, а своим домашним работам от себя мог предаваться с большей последовательностью, не будучи, как в Петербурге, постоянно отвлекаем всякими помехами. В Париже, несмотря на новые знакомства и на частые посещения театров и других развлечений, мы, в общем, вели образ жизни уединенный и уж во всяком случае не похожий на тот довольно-таки суматошный, что сложился у нас на родине, где гости, как званные, так и незваные, не выходили из дому, и где мы сами были обязаны раза три в неделю у кого-либо бывать и терять время часто в совершенно нелепой болтовне, затягивавшейся по русскому обычаю до поздней ночи, а то и до утра. Особенно полезно мне было осознать свои ошибки и слабые стороны. Уже в декабре я стал посещать вместе с Женей Лансере и Эйсфильдом Академию Колоросси на Монпарнасе. И тут именно я испытал большое, но и сколь полезное, смущение при виде, как плохо мне дается передача того, что я видел перед собой и что пленило меня своими формами и пропорциями. Академия Колоросси – известная парижская художественная студия, основанная в 80-х годах XIX века. За умеренную плату художники получали возможность писать с обнаженной модели. Студию Колоросси посещали многие русские художники – Серов, Сомов, Лансере, Голубкина и другие. Женя и Фильд занимались в той же Академии по утрам и днем, делая законченные этюды маслом с ногой натуры. Я же довольствовался начинавшими тогда входить в моду получасовыми кроки. И это отчасти потому, что мне было стыдно подвергать своей работе осмотру и критике, состоявших при Академии профессоров. В том же доме на улице Сены, в котором в верхнем этаже, точнее на чердаке, Фильд устроил со вкусом свое обиталище и поселил Женю, в нижнем этаже на улице находился тот эстампный магазин, который сыграл в моей жизни и в жизни моих ближайших друзей немалую роль. Здесь торговал оригинальными рисунками, гравюрами и литографиями, известный на весь Париж господин Пруте, отец двух и поныне здравствующих сыновей. Однако оба сына, если и остались торговцами, картинок, то все же ни один из них не пошел всецело по отцовским стопам. Старший сын Поль Пруте и вовсе изменил жанру отца, поставив свой собственный магазин на более научную почву и изгнав из него всякую недостойную мелочь. Младший же брат от второй жены господина Пруте вместе со своей матерью остался на прежнем месте, и первые годы после смерти отца он старался сохранить традиции, но потом не выдержал, так как эти традиции оказывались все менее отвечающими требованиям времени. Магазин или лавка Пруте представляет собой и по сей день все то же довольно просторное помещение, которое в былое время было разделено стеклянной перегородкой. За этой перегородкой принимались почетные гости, пользовавшиеся услугами самого хозяина, и среди них можно было часто видеть склоненный над папками характерный всем известный лошадиный профиль Анатолия Франца. Этот магазин стал меня манить с первого же моего посещения улицы Сены. И трудно было не остановиться перед его тремя витринами, не поглазеть на разложенные в них эстампы, изображавшие и виды старого Парижа, и бытовые сценки XVIII века, и ужасы революции, а также на чудесные литографии романтической эпохи Гранвиля, Домье, Гаварни, Морена, Деверия. Я был тогда еще так наивен, что просто глазам не верил, что вижу. Вот так, на улице, такие сокровища. А о том, чтобы войти в их обладание, я и мечтать не смел. По обе стороны входной двери в магазин, прямо на тротуаре, стояли, и стоят до сих пор, низкие козлы. А на них, в открытых папках, лежали сотни всяких листов, предоставленных публичному осмотрению. С этих козел и папок все и началось. В них были сложены вещи скромные, дешевые. Расценка начиналась с десяти сантимов. Часто дефектные, с изъянами, надорванные и так далее. Однако все же заманчивые для художника и весьма полезные. Иллюстрации, вырезанные из книг, старинные географические карты, дешевые литографии, масса листов из шаварни и журналь Пуарю, портреты, иные шестнадцатого века, виды городов и так далее. Среди пустяков было немало и очень интересных вещей. Попадались даже рисунки неизвестных мастеров шестнадцатого, семнадцатого и восемнадцатого веков. Словом, было и тут немало соблазнов. Самый же факт, что хозяева, видимо, не очень все это ценили и как-то выбрасывали на улицу, служил лишней приманкой. Первые месяцы я ограничивался тем, что только перелистывал содержимое папок. Не решаясь что-либо выбрать и с выбранным войти в магазин и спросить, что такой листок стоит. Ибо я просто недоумевал, читая в уголке такие карандашом помеченные цифры, как десять, двадцать пять, тридцать пять, и не мог решить, означает ли это франки или сантимы. Но случилось однажды, что, встретив Фильда, к которому я как раз направился, у самой лавки Пруте я оказался свидетелем того, как мой приятель без церемонии отделил из висевшей пачки японских цветных гравюр один лист, вошел с ним внутрь и заплатил за него даже не франк, а всего двадцать пять сантимов. Гравюра эта была, если и не первоклассный оттиск, то все же самого Хирошиги, и представлен был на ней прелестный зимний пейзаж. Тут и я расхрабрился, поняв, что к Пруте можно входить и людям со скромными средствами, что можно у него приобретать вещи и весьма завидные за гроши, я сразу набрал из уличных папок десяток листков, что составило не более трех франков. С этого началось мое знакомство с магазином и его симпатичным владельцем, а после ряда случаев я убедился, что мсье и мадам Пруте не всегда разбираются в настоящем значении вещей, и что поэтому можно вполне рассчитывать на оказии, иногда и весьма удивительные. Да и вообще, можно у них за совсем доступные цены приобретать вещи весьма нужные или приятные, возбуждающие для художника. Постепенно я сделался завсегдатаем этого источника или этих россыпей. Сначала я рылся в том, что было выставлено на улице, но потом приступил к просмотру и того, что было систематически разложено по картонным коробкам на полках и в самом довольно обширном помещении магазина. Коробки эти заполняли полки, коими были забраны все стены до самого потолка. Их было, вероятно, несколько сот. Одних коробок с портретами, разложенными по алфавиту, было около двадцати пяти, и в каждой коробке лежало не менее трехсот листов. А сколько было коробок с топографическими материалами, видами городов и живописных местностей, разложенными по странам, сколько с художественными гравюрами всех времен и народов, сколько с оригинальными рисунками, большая часть коробок была формата инкварто и стояла на полках вертикально, но листы большого формата были выделены особо и покоились в горизонтальном положении на нижних полках. Разумеется, при моих ограниченных возможностях я был не в состоянии вполне удовлетворить все растущий во мне аппетит, но все же иной раз я тешил душу за два, за три франка, так как и за такие ничтожные суммы я покупал вещи, которые я нес затем домой с тем ликующим чувством, с каким охотник или рыбак тащит с собой особо удачную добычу. Разница же между моей радостью и радостью охотника была существенная. Ведь съешь зайца, и ничего от него не останется, а хорошая интересная гравюра или рисунок может доставить нескончаемые радости. Постепенно страсть моя к собиранию до того разгорелась, что я стал покупать не у одного только пруте, но и у других торговцев эстампами, из которых почти все помещались на той же улице Сены. Особенно же мне полюбилась не лавка, а лавчонка, помещавшаяся ровно на супротив пруте и принадлежавшая весьма оригинальному старцу, господину Манжену, известному на весь Париж под именем Папаша Манжен. Свою страсть я мог удовлетворить у Манжена не в меньшей степени, нежели у пруте. Здесь к моим услугам были тоже сотни, если не тысячи битком набитых картонов. И здесь все было разложено в довольно странном порядке. И здесь можно было среди всякого вздора набрести на весьма значительные вещи. При этом у Манжена цены были еще более низкие, нежели у пруте, и иногда прямо смехотворные. Видимо, он их проставил на обороте каждого листа карандашом и очень мелким почерком еще при Наполеоне третьем, и с тех пор не удосуживался их повысить. Если набиралось у меня гравюр больше, чем на пять франков, то Манжен делал скидку. Еще охотнее и еще более щедрую скидку делала его сестра, одетая во все черное, высокое и тощая старая дама, ко мне особенно благоволившая, вероятно, за то, что я с обычным для себя вниманием кошачьему роду относился и к ее маститому коту. Сестре Манжена было лет под шестьдесят, но самому ему было, наверное, лет восемьдесят, если не больше. Это был маленький, круглолицый, плохо выбритый старичок с вечным темным колпаком на голове. Он неизменно заседал с большими ножницами за столом под окном на улицу и непрерывно производил там операции отрезания рваных и грязных полей у гравюр. Производил он это в угрюмом молчании, которое лишь в исключительных случаях прерывал двумя-тремя невнятно произнесенными фразами. Напротив, сестрица была болтливого десятка и часто мешала мне сосредоточиться, как хотелось в моих поисках и в выборах, делясь своими хозяйственными заботами или какими-нибудь квартальными сплетнями. Но я был готов и не то еще переносить, лишь бы подольше посидеть у Манжена и перебрать за час или за два сотни, две, три, а то и больше гравюрок. Каждый коллекционер ставит себе одну какую-либо специальную задачу, но у меня этих задач было несколько. Специализация вообще не в моей натуре. И вот почему я мог переходить от гравюр на меди к литографиям, от деревяшек к рисункам и так далее. Деревяшки, гравюры на дереве. Сегодня я рылся в отделе пейзажа. Это была очень обширная рубрика у Пруте. Завтра в топографии, послезавтра в исторических картинках или галантных сценах. Я покупал и воспроизведения картин мастеров, и оригинальные гравюры, и модные картинки, и декоративные орнаментальные детали, и книжные виньетки. Повторяю, все это стоило тогда гроши, и даже сотня разнородных листов редко превышала 25 франков. А какие только сокровища в такой сотне не оказывались. Случалось, впрочем, что я позволял себе и настоящие оргии. Это тогда, когда из Петербурга приходила какая-либо экстраординарная получка, будь то от папочки сюрприз-подарок, или же что-либо было продано из моих произведений, выставленных на петербургских выставках. Тогда я забирался к Пруте или к Манжену на полдня, и уходил от них в каком-то чаду, одурманенный теми бесчисленными изображениями, которые успевали за это время промелькнуть перед моими глазами. На второй год моего пребывания в Париже я сделал в той же области еще одно открытие, а именно, в самом здании Лувра оказался казенный магазин из стампов, так называемая халкография, собрание гравированных досок, в котором можно было приобретать новые оттиски со старинных досок. Это открытие повергло меня в неописуемый восторг. Подумайте только, за один франк я мог купить любой вид Парижа или его окрестностей XVIII века, Жан Риго. За два франка знаменитые гравюры Израэля Сильвестра Лепотра, изображающие празднество при дворе Людовика XIV. За чуть более высокую цену еще более знаменитые листы Кошена и Муро-младшего. Оттиски с медных досок были превосходны, а бумага с виду такого же качества, какой она была в дни создания этих шедевров. Надо при этом заметить, что почти в равной степени всем этим увлекалась и моя жена. А когда подъехал в Париж Костя Сомов, то и он. С последним у меня получился рот безобидного соревнования. Впрочем, Костенька не столько собирал документы для своих работ, однако модных картинок начала XIX века он вскоре набрал еще большее количество, нежели я. Сколько то, что ему казалось особенно курьезным, нелепым и даже безобразным. Этот сорт картинок мы, бог знает почему, прозвали скурильностями. И величайшей радостью для Сомова было найти такую картинку, в которой глупость или уродство достигали особенно яркого выражения. От слова французского, означающего шутовской. С Костей и с моей женой мы иногда забавлялись и раскраской некоторых искупленных фалкографии гравюр, желая уподобить их прелестно раскрашенным в старину экземплярам. Мне особенно запомнился один такой вид Жанна Регой, изображающий каскад в морли, который Сомов оживил особенно удачным образом. Поверх штрихов гравюры он гуашью изобразил темные грозовые тучи, надвинувшиеся над все еще ярко освещенными деревьями, и золотые струи разразившегося ливня. Простить себе не могу, что не захватил эту фантазию моего друга с собой, а оставил ее вместе с другими бесчисленными сокровищами в моей петербургской квартире. Как уже упоминалось, художественные собрания Бенуа были переданы в различные музеи Ленинграда. В частности, в Эрмитаже хранится альбом-гравюр Жанна Рего. Однако трудно с достоверностью утверждать, какой из листов раскрашен Сомовым. Глава двадцатая. Поездка в Петербург. Выставка княгини Тенишевой. Первая выставка Дягилева. Приезд в Париж. Читы Обер. В конце декабря 1896 года мне пришлось на несколько недель покинуть свой парижский очаг и съездить в Петербург. Цель поездки заключалась в устройстве той выставки, посредством которой княгиня Тенишева желала ознакомить публику со своим собранием, для чего ей был снят обширный зал «Общество поощрения художеств на Большой Морской». Мне эта выставка доставила немало хлопот. В первую голову надлежало сделать более строгий отбор вещей. Причем мне пришлось выдержать не одну стычку смелейшей Марии Клавдиевны, так как ей хотелось показать как можно больше вещей и поразить общество количеством. Я же отстаивал качественный уровень и безжалостно исключил все недостойное. Не пожалел при том даже самых близких людей брата Альбера, кузена Бенуаконского, любезного друга Багста и самого себя. Подоспевшие вовремя из Мюнхена и уже вставленные там в красивые рамы большие акварели, приобретенные мной у немецких художников, явились очень кстати, придав выставке большую нарядность и значительность. Кроме того, мне удалось еще до своего отъезда за границу приобрести за довольно крупную сумму маленькую, но восхитительную гуашь 70-х годов Менцеля, изображавшую сценку в парке из четырех персонажей. И это, вместе с двумя мной же приобретенными портретами Петра Скалова, в свою очередь, очень повысило художественный уровень всей этой художественной манифестации. Когда-то в дни моего детства мое эстетическое чувство страдало при виде произведений Петра Скалова. Мне казалось, что от его помещичьих и охотничьих сцен разит грязью, а дутловатые кувшинные рылы его персонажей вызывали во мне чувства, похожие на тошноту. Напротив, когда у меня явилась большая сознательность при оценке живописных произведений, то те же черты, которые во мне вызывали отвращение, стали теперь меня пленять своей мощной характерностью, своим ароматом жизни. Пленяла меня вся стихийная, единственная в своем роде художественность искусства Петра Скалова. Пленял столь ярко выражавшийся в его творчестве темперамент, пленяло его умение создавать настроение. Наконец, полночар оказалась для меня и его палитра, в которой преобладают серые и бурые краски, и в которой все же нет черноты. Однако, получив разрешение княгини приобрести у Соколова более значительные произведения, нежели те две охотничьи сцены, которые уже украшали ее собрание, я отправился к нему не без трепета. Дело в том, что одной из излюбленных тем рассказов Григоровича был именно Петр Соколов, которого наш чудесный Краснобай выставлял в виде довольно жуткого авантюриста и чуть ли не салонного вора и мошенника. Григорович уверял, что когда Петр Соколов являлся в какой-либо богатый дом, то прислуги наказывалось запирать серебро и другие драгоценные вещи под ключ и зорко следить за всеми поступками гостя, которого все же хозяева ценили как замечательного художника и забавного собеседника. Слух о том, что Петр Соколов на руку нечист, держался в обществе крепко, и его не пытался опровергнуть даже его родной брат, ультрапорядочный, скромный, тонкий Александр Петрович, автор многочисленных и с мастерством исполненных акварелью мунденных портретов. Наметил я себе приобрести у Петра Соколова чудесный портрет Сергея Отавы в красной рубахе с черным сеттером на коленях, который за год или за два я видел на выставке и от которого я пришел в полный восторг. однако художник навязал мне еще свой собственный в овале, причем он без всякого стеснения сам его расхваливал, сравнивая его даже с Рембрантом и Хальсом. Портрет Сергея Отавы Терпегорева находится в Государственной Третьяковской галерее. На этом автопортрете Петр Соколов изобразил себя глубоким стариком, но в натуре, облеченный в халат, распахнутый над голой, поросшей седыми волосами грудью, он показался мне еще более древним и, главное, более жутким. Однако все сошло благополучно. Эти два приобретения, так же, как покупка Менцеля, доставили мне такую радость, какую может доставить полководцу выигранные сражения. Оба раза Соколов, живший тогда во втором этаже дома, выходившего окнами на Тучков мост, принял меня, если и не без сурового вида, но все же довольно любезно. Он откровенно жаловался на свои стесненные обстоятельства и рассказывал весьма живописные анекдоты из своего прошлого. Кроме забот о составе выставки, я должен был следить и за всей технической ее стороной. За вставлением в рамы, за публикацией в прессе, за рассылкой приглашений и, наконец, запечатанием иллюстрированного каталога. Это было мое первое прикосновение к типографскому делу. Надо было заказать клише иллюстрации каталога, держать корректуру и тому подобное, что, в общем, послужило мне настоящей школой для дальнейшего. Каталог в форме карманной записной книжки получился очень изящным, и я своим первым опытом остался доволен. Выставка о коллекции рисунков и акварелей княгини Тенишевой Санкт-Петербург, 1897 год. Акварельная выставка из Тенишевского собрания, на два месяца опережавшая Дягилевскую выставку немецких английских акварелистов, явилась по существу первым выставочным опытом членов будущего объединения мир искусства. В характере экспозиции и общественной реакции на нее уже здесь дал о себе знать проведенный устроителем Бенуа принцип художественности, серьезности и изысканности при отборе произведений. Непопулярность у широкой публики и недовольство в среде академических живописцев были следствием этих новых критериев и эстетических ориентаций. К сожалению, бедной Марии Клавдиевне не суждено было пожать тот успех, на который она рассчитывала. Выставка, заняв весь низ большого двухэтажного дома, вышла довольно внушительной, на открытие съехала немало приглашенных, в том числе и несколько высочайших, но широкие массы публики отнеслись к ней с полным безразличием. В общем, выставка прошла просто незамеченной. Повредило успеху и то, что по городу пошли всякие сплетни о чистолюбивых замыслах княгини, а также вредное брюзжание всех тех художников, которых мы исключили частично или совершенно. Среди них было несколько очень популярных, как-то Каразин Писемский, Шрейбер, Бобров. Наконец, выставка оказалась, пожалуй, и слишком серьезной или изысканной. На ней было мало того притерного товара, которым щеголяла наша акварельная выставка, а в достоинстве каких-нибудь старинных рисунков Менцеля, Депона, Кипренского, Воробьева и того же Петра Соколова некому было разобраться. Неуспех был настолько очевиден, что у меня явилось опасение, как бы это не повлияло на княгиню и как бы она не охладела к идее собрать тот музей, о котором я мечтал. Однако это не случилось и потребовались другие испытания, чтобы Мария Клавдиевна разочаровалась в своем начинании окончательно. Самым тяжелым и прямо роковым испытанием явилось неприятие музеем Александра Третьего иностранной части ее щедрого дара. Немало огорчений бедная Мария Клавдиевна претерпела от прессы на первой русской выставке, устроенной Дягилевым, а также при выходе первого номера нашего журнала «Мир искусства» осень 1898 года. Но об этом далее. Что касается до моей личной жизни за этот месяц, который я провел в Петербурге, то он явился для меня своего рода пыткой. Остановился я и питался у брата Альбера. Это был все еще тот же наш фамильный дом, в котором жили и наш отец, и братья Миша и Альбер. Совершенно невыносимым мне показалось существование без моей жены. Ведь это была наша первая длительная разлука с самого 1891 года, а затем, если я и был встречен с восторгом всеми близкими, родными и друзьями, я все же томился жить не в своей обстановке и оторванном от обычных занятий. Каждое письмо, которое я отправлял жене, писал же я ей ежедневно и получал такие же ежедневные известия от нее, содержало горькие жалобы на то, что я оторван от нее, а также забота о том, что происходит без меня в Париже. Самая наша парижская жизнь, которая действительно была прелестной, представлялась мне издали каким-то раем, из которого я теперь исключен. Некоторое, но далеко недостаточное утешение доставляло мне общение с друзьями. Как раз тогда наш кружок все более серьезно стал помышлять о том, чтобы выступить сплоченной группой на общественной арене. Осуществление таких мечтаний стало представляться тем более возможным, что в лице уже вполне оперившегося Дягилева мы тогда начинали видеть того человека, который мог бы взять на себя всю пугавшую всех остальных практическую и организационную сторону дела. Напротив, в каком-либо идейном руководительстве мы не нуждались, и каждому из нас важнее всего было сохранение своей личной независимости, к тому же всеми признанным безусловным авторитетом по всем художественным вопросам по-прежнему среди друзей считался я, и никто этого моего значения не оспаривал. Как раз во время моего пребывания в Петербурге январь 1897 года Сережа был занят устройством первой затеянной им выставки. То было осуществление в более широком масштабе старой затеи показать русской публике иностранное художество, и так как мы по-прежнему оставались под знаком акварели, ведь наши художественные выступления начались с акварельных выставок, то и эта выставка Дягилева задавалась сравнительно скромной задачей собрать характерные произведения современных немецких и английских акварелистов. С ее составом я смог ознакомиться еще до моего отъезда в Париж, так как ящики с экспонатами уже прибыли из-за границы, и мы, то есть я, Дима и Бакст, с великим интересом следили за их распаковкой. Я даже принял участие в окончательной сортировке прибывшего и наметил самое их распределение по снятому Сережей помещению. Под эту свою первую выставку нашему энергичному другу удалось получить средний парадный двухэтажный зал, только что законченного постройкой нового музея имени барона Штиглица. И хоть нельзя было сказать, чтобы это было идеальным помещением для выставки картин, уже слишком оно было роскошным и пестрым, однако мы все же радовались тому, что наш первый праздник искусства выйдет благодаря этим мрамором, колонном и ярко расписанным сводом, особенно парадным. Немецкая часть этой выставки была мне хорошо знакома. Это были все те же наши тогдашние любимцы Ганс Герман, Ганс Бартельс, Макс Либерман и так далее. Зато полной новинкой оказалась английская часть, в которой доминировали так называемые мальчики из Глазго. Группа молодых шотландских художников, работавших в Глазго и выдвинувшихся в конце 80-х начале 90-х годов. Их платформа соответствовала движению «Новый английский клуб» в Лондоне и была близка миру искусства. Они первыми обнаружили заинтересованность в идеях передового французского искусства, в исканиях барбизонской школы и импрессионистов. Наиболее известный из них Джон Лавери 1856-1941, Джеймс Гутри 1859-1930 и Джеймс Паттерсон 1854-1901. В начале 90-х годов выставка работ художников из Глазго состоялась в Берлине и Мюнхене, после чего некоторое число их произведений было приобретено музеями Германии. Сережа, тогда уже начавший поддаваться последнему крику или тому, что он часто при тогдашней неопытности принимал за таковой, побывав на этот раз в Лондоне, поверил в исключительные достоинства всех этих Гатри, Аустин Браун, Лавери, Паттерсон и других. Его пленила их дымчатая и все же сочная манера, их особенная красочность, тогда как их внутренняя пустота не могла его огорчать, так как наш друг был вообще довольно индифферентным к поэтическому началу в искусстве. Лишь бы было красиво, это слово у Дягилева вырывалось особенно часто, но означало нечто весьма неопределенное, тогда как была ли в картине хоть капля чего-то иного, нежели такая внешняя красивость, это его не заботило. Напротив, поверив совсем своим юношеским пылом в то, что живопись должна быть, во-первых, живописью, а что злейший враг такой живописи для живописи всякое содержание, всякая сюжетность, все, что от литературы, Дягилев уже тогда сводил свое суждение о художественных произведениях к одному только требованию этого живописного достоинства. При этом он был склонен, тогда казалось, что это по молодости лет, но дальнейшее показало, что в нем эта склонность была чем-то органически ему свойственным, принимать мишуру за золото, а приятность или модность за красоту. Самого открытия выставки я не дождался, так как меня тянуло с неодолимой силой обратно ко всему нашему милому парижскому парадизу. Выставка немецких и английских аквалеристов открылась в музее училища Штиглица в марте 1897 года. В начале лета мы собрались в Британь на дачу, но до этого произошло одно событие, внесшее особую ноту в наше пребывание за границей и послужившее значительным обогащением нашего кружка, а именно в Париж прибыли супруги Обер. Тому мы были очень рады. Воспоминания о нашем уютнейшем сожительстве в Мартышкине были еще совершенно свежи. Однако в то же время я сразу был встревожен за своего старого друга. Дело в том, что он прибыл не просто для того, чтобы отдохнуть, чтобы освежить свои художественные впечатления и чтобы показать своей молодой жене город своей молодости, но целью и даже единственной целью его было наверстать потерянное время, а за таковое он считал все годы, проведенные в России, после того, что первое пребывание Артюра в Париже так досадно оборвалось из-за событий 1870-го года. В сознании своего могучего таланта и мастерства Оберу хотелось занять во французском художественном мире подобающее ему место. для меня успевшего за прожитые месяцы несколько ознакомиться с характером парижской художественной жизни, было ясно, какие непреодолимые трудности встретит Обер на своем пути завоевания Парижа и до чего рискованно его предприятие. Все же на первых порах я предпочел щадить дорогого друга и его не разочаровывать. К тому же я считал, что как-никак пребывание в Париже даже безотносительно до успеха отзовется благодетельным образом на его творчестве. Но не так к этому отнеслись два старых парижских товарища Обера скульптор Лоран и живописец Сальмон. Второй добродушный и милейший человек сам по себе зажиточный и не нуждавшийся в заработке постарался окутать свои предостережения всякими смягчающими оговорками. Напротив озлобленный неудачник Лоран которого жестокие обстоятельства низвели на степень ремесленника специалиста по декоративным работам огорошил бедного Артюра своими заверениями что никакого успеха ему в Париже не завоевать. что вообще вкус публики опустился до чрезвычайной степени что вся критика продажна что нельзя рассчитывать на поддержку каких-либо меценатов. Артемий Лавренч склонный и без того к известному пессимизму был так всем этим поражен что сразу чуть было не собрался в обратный путь. насилуя отговорила от этого пылко веревшая в гениальность мужа Наталья Францевна которой с полным убеждением присоединилась и моя Анна Карловна. С другой стороны уже слишком было соблазнительно раз приехавшая пожить в милой Франции и в особенности отправиться с нами в Британь где Обер страстный поклонник всего стихийного рассчитывал снова испытать все те эмоции и наслаждения от жизни моря которые он испытывал живя в Крыму о чем он любил рассказывать с заразительным увлечением. Первыми отправились в Британь мы то есть мы двое наша малютка ее няня Аннушка и Женя Лансере обещав нашим друзьям что как только мы сами устроимся так примемся за поиски чего-либо подходящего для них. Программа эта была приведена в исполнение и Оберы через недели две присоединились к нам в Примеле. Глава двадцать первая Лето в Британии Приезд Дягилева С приближением лета наша давнишняя мечта пожить в Британии стала принимать все более определенные и реальные очертания. И другие многие места манили нас издавна Прованс Альпы Пиренеи Нормандия Голландия но сильнейшее притяжение оказывала все же Британия и это стремление встретило горячую поддержку и поощрение со стороны наших новых знакомых французских художников. Однако прежде чем трогаться в путь следовало точнее установить куда именно в Британии мы отправимся. Естественнее всего было бы отправиться туда где жили эти наши новые знакомые Симон, Менарко, Те, Душе. Андре Душе был братом жены Симона и шарм присущий ей в значительной степени был присущ и этому тогда еще очень юному и только начинавшему выступать художнику. У меня с ним намечалась дружба. Мне нравился его тихий скромный нрав, его серьезное отношение к делу. Побывав у него на дому на улице Гейон я пленился и всей семейной обстановкой этой типично французской семьи. Во время нашего второго пребывания в Париже 1905-1907 я еще более сошелся с душе. Особенно была мне по душе его некоторая детскость, его любовь к детям и его понимание их. Но впоследствии наше знакомство совершенно расстроилось. Тут главную роль сыграло то, что мне перестало нравиться его искусству. Это однообразное, сухое и унылое повторение одной и той же формулы, в которую ему все меньше и меньше удавалось вкладывать какую-либо поэтичность. Однако мне казалось чем-то навязчивым и бестактным соваться в те края, которые были как бы ими открыты, изучены и даже прославлены на все лады. Пришлось взяться за изучение путеводителей, начиная с классического Жоанна. Адольф Жоанн, 1813-1881, книгоиздатель, выпускавший, подобно Бедекеру, путеводители и туристические справочники. Главным нашим требованием было, разумеется, море, непосредственное соседство моря. А затем и я, и наш верный спутник Жене Лансере мечтали о диких и чудовищных скалах, о старинных гранитных церковках и капеллах, о доисторических менгирах и кромляхах, вообще о всем том, что придает сказочность, сказочность несколько кошмарного оттенка древней армурики. Говорили в нас и воспоминания детства. Одной из моих любимых книг была сказки Британии Эмилия Сувестера. Случилось еще как раз так, что Женя тогда получил заказ, свой первый заказ, от писательницы Балабановой иллюстрировать ее бретонские сказки, и для этой задачи ему было крайне полезно на месте изучить потребный материал. Книга Балабановой «Легенды о старинных замках Британии» вышла в Петербурге в 1899 году. Оригиналы иллюстрации Лансере, исполненные тушью, карандашом, белилами, кистью, находятся в Государственном Центральном Архиве Литературы и Искусства и Государственном Русском Музее. Многочисленные натурные черновые зарисовки Британии в собрании семьи Лансере. Но все же в конце концов выбор нашей летней резиденции произошел совершенно случайно. Но этот случай был удивительно счастливым. Конечным нами намеченным по гиду пунктом была деревня Плугану, отстоящая от Мурле в 20 километрах. Там мы нашли бы и интересную готическую церковь, и ренессансную капеллу, и ассуарий, церковное хранилище костей от старых погребений 16 века. Однако когда мы на нанятые в Мурле коляске добрались до Плугану, то нас постигло полное разочарование. Начать с того, что деревушка Плугану только на карте казалась стоящей на берегу. На самом же деле до моря было идти целых полтора километра под гору и обратно в гору. А затем и церковь, хоть и была старинная, но показалась она нам довольно обыденной. Капеллу же и ассуари мы так и не нашли. Мы совсем приуныли и чуть было не собрались в обратный путь, однако в этот самый момент счастье и улыбнулось нам самой радужной улыбкой. Наш возница на всем пути не переставал мне твердить, что он может нас свести немного дальше, в несравненно для нас более подходящее место. Теперь же, видя наше разочарование, он с удвоенной настойчивостью возобновил свои убеждения. И действительно, не успела наша коляска проехать, покинув плугану по большой дороге километр с небольшим, как перед нами открылся вид неописуемой красоты. И этот вид был во всех своих частях и в целом до того бретонский, что и искать что-либо более бретонское было бы бессмысленным. Во весь горизонт стлалось водяное шире. В тот яркий, солнечный и несколько ветреный день, окрашенные в темно-синий и ярко-зеленый цвета. Далеко на западе тянулась полоса земли, на которой выселись острые шпили церквей древнего города Сан-Поль-де-Леон. Несколько ближе была расположена бухта Мурле с ее цикладой мелких островов, но прекраснее всего было то, что это было непосредственно под нами, и куда мы плавным за воротом спускались, небольшой залив, окаймленный скалами розового гранита самых причудливых форм. Единственным чуждым пятном было как раз здание отеля, рекомендованного нам возницей. Довольно крупная постройка городского типа, несуразно белевшая среди всей этой дичи. Однако приветливость хозяйки, вышедшей встречать гостей, а затем тут же сразу поглощенный чудесный завтрак, начавшийся с креветок и с лангуста, а также просторные светлые с видом на море комнаты, все это примирило нас и с отелем. Мы решили, что попав так удачно, нечего было и искать что-либо другое. Однако прожить целое лето всей семьей в отеле было бы слишком накладно, и поэтому, вняв совету той же мудрейшей хозяйки, мадам Пупон, мы обратились к мадам Тальбот, владевшей вторым, более скромным отелем, у которой оказался свободным, стоявший среди группы деревенских домов ее старый семейный домик. Таким образом, мы попали в самую гущу бретонской народной жизни и оказались окруженными не только самыми характерными элементами бретонского пейзажа, но и чудесными подлинными бретонскими типами, всякими клехами, ле-донфами, дэанами, а их жены все еще рядились в традиционные одежды, во все черные, с синими передниками вокруг талии и с белоснежными чипцами на голове. Мы оказались действительно в Британии, и перед нами открывалось лето, обещавшее массу тех самых впечатлений, за которыми мы сюда приехали и о которых мы мечтали еще в Петербурге. Местное население Премеля не превышало сорока или полсотни душ, а число летних гостей, так называемых парижан, хотя бы они были жителем Орле, доходило в самый разгар сезона самое большее до двухсот человек, которые распылялись по помянутым двум гостиницам и совершенно терялись в широкой пустынной местности. Настоящими хозяевами и владельцами Премельской земли с незапамятных времен оставалось несколько рыбаков и несколько земледельцев. Жили они в домиках, которым было по несколько сот лет, и из которых самые убогие были еще крыты соломой. Эти примельские рыбаки-мореходы занимались самостоятельным промыслом и были связаны с более значительным рыбацким поселком Дибеном, расположенным по другую сторону Премельской бухты. Там происходил и рыбный торг, причем почти вся рыба забиралась в Париж. Наша деревня, ее звали Трегостель-Премель, в отличие от другого Трегостеля, лежащего близ Ланниона, вела в общем самый тихий и совершенно замкнутый образ жизни. Лишь в праздничные дни она немного оживлялась и приобретала более шумный характер, благодаря тому, что съезжались крестьяне из разных расположенных поверху фалес, деревень, появлялись и редкие туристы. Фалес, утес, скала. Съехавшиеся пировали в трех небольших кабаках. По одному такому эстамене находилось при каждой гостинице, третий занимал отдельный дом. А к вечеру происходили танцы прямо на траве, по отлогому холму у дороги. Мужчины в Премеле кое-как изъяснялись по-французски. Едва за французскую речь можно было принять говор детей, посещавших коммунальную школу, где их обучали французскому языку. Бабы же, и особенно старухи, те и вовсе им не владели. Ате волей-неволей пришлось вызубрить около сотни бретонских слов для обозначения самых необходимых предметов и действий. Практике сразу досталось достаточно, как только в помощнице нашей Аннушке мы наняли древнюю старушку Мари. С ней и с несколькими постоянными поставщицами молока, яиц, масла, а также с прачкой, иначе объясняться нельзя было, как на их звучном, резком, но и необычайно энергичном баргуэне. Баргуэн неправильный ломаный язык Нам, обоим, и жене, и мне, вообще свойственно быстро входить в близкие отношения с разными туземцами. Это отчасти зависит от другой, также нам обоим присущей черты, известной благожелательности. Кроме того, нам совершенно чужды разные националистические предвзятости и предрассудки. Но в Британии и без такой предвзятой благожелательности наши симпатии были сразу завоеваны местным населением, и между нами и этими рыбарями и крестьянами с их женами уже через неделю установились самые радушные отношения. Всех их мы выучились величать по имени с прибавлением иногда слов мсье, мадам или же пер и мэр, а тема наших несловообильных бесед сводилась с теми, кто кое-как калякал по-французски к вопросам о погоде, о ветре, о булове или же о состоянии тех произрастаний, которыми были засеяны поля картофель, пшеница, гречиха, рожь, лен. Этого было достаточно, чтобы почувствовать при встречах известную человеческую созвучность, констатирование которой во все времена и даже по сей день после стольких разочарований доставляет мне большое удовлетворение. На общем фоне благодушия и взаимного расположения нам особенно полюбилось несколько человек. Бодрый, мужественный рыбак Лекор. Его славная, неутомимая жена. Их двое девочек. Марии одиннадцати лет и Жанна восьми. Ближайшая наша соседка прачка Нану, чудесная, крепкая, бодрая Мерклех, ее хорошенькая дочь Маргарит, ее красавец сын и, наконец, наш сосед, нарочито мордастый угрюмый крестьянин Лапер Диан, не знавший передышки в работе, не признававший ни воскресных дней, ни праздников. Не все эти наши друзья вели безупречный образ жизни, не у всех было благополучие в доме, так, например, Нану частенько напивалась до полного бесчувствия и тем же пороком страдал Клэх сын, следуя в этом примеру своего отца, который, возвращаясь с какой-нибудь попойки в Плугану или в Дибене, крепко колотил свою почтенную супругу, не терявшую и в этих случаях своего достоинства и своей гордой осанки. Но все это не мешало существу дела. Все эти пьяницы, грубияны продолжали быть очень славными людьми, в частности и Нану, которая как будто и на руку была нечиста, обезоруживала Атью чем-то собачьим в выражении лица и особенно виновата хитренькой улыбкой. От папаши Деана я узнавал всякие хлебопашеские новости и предвидения. Господин Лекор выражал свое благоволение к нам тем, что контрабандой продавал нам омаров, лангустов, иногда рыбу, а то и каких-либо морских чудовищ и диковин, которых мы с Женей усердно зарисовывали в свои альбомы. Он же возил нас по морю в своем объемистом, тяжелом, крепком, парусном баркасе. О каких-либо моторных передвижениях не было тогда и помину. Наконец госпожа Клех угощала нас иногда блинами, на которые она была великой мастерицей. И хоть при приготовлении их она считала долгом двумя плевками сдобрить шипящую сковородку, так уж требовал обычай, однако мы уплетали эти ее огромные крампусы без годливости, до того вся она чистенькая, до того ее свежий румянец, украшенный двумя рядами белоснежных зубов рот, были аппетитны. Перечисленные лица принадлежали к премельскому народу, но была в нем, как водится всюду, и своя аристократия. Главными ее представительницами были уже помянутые две хозяйки гостиниц, госпожа Пупон и госпожа Тальбот. Ни та, ни другая из этих пожилых дам не принадлежали к каким-либо знатным родам. И тем не менее, и несмотря на то, что ни та, ни другая не желали расставаться со своими чипцами, а госпожа Тальбот со всем своим характерным крестьянским нарядом, они внушали всей своей манерой быть, а также своим достатком, во много раз превышавшим средства других премельских жителей, абсолютный решпект каждому, кто бы с ними не входил в контакт. Признаться, и мной обладевал легкий трепет, каждый раз, когда я обращался с какой-либо просьбой к нашей толстухе-хозяйке, или когда мимоходом я завтракал в отеле Пупон и удостаивался минутной беседы с его патроншей. Наш двухэтажный, по русскому счету, дом стоял, как уже сказано, в самом центре селения, и потому был овеян разнообразными и временами порядком пронзительными запахами, шедшими от аккуратно сложенных куч навоза, от стогов сена, от коровников, конюшен, свинарников и от пылавших хворстом и вереском очагов. Все это вместе создавало вовсе не столь уж противное ароматическое целое, а дующий по премельской косе почти беспрерывно морской ветер не позволял этим запахам застаиваться в тесных закоулках. Окна и дверь нашего домика выходили на юг, на север же дом стоял спиной и глухая стена с одной только маленькой дверью защищала нас от свирепых и студенных ураганов, от которых даже толстые каменные стены дрожали. прихожей в доме не было, а как во всех крестьянских домах вход со двора улички вводил прямо в главное помещение. Слева узкая комната служила нам столовой, справа была обширная палата, служившая и кухней, и гостиной, а когда-то она была и главной спальней обитателей дома. В этой большой темноватой с закопченным деревянным потолком комнате члены семьи Тальбот располагались на ночь в двух мондументальных деревянных кроватях, имевших вид шкафов и поставленных рядышком по северной глухой стене комнаты. Еще одна кровать стояла поперек. Еще одно лежбище было устроено в косом чулане под лестницей. В этом чулане мы однажды ночью к большому изумлению застали нашу прачку на нну. Однако попытка добиться от черномазой усатой старушки, почему она предпочла этот душный и тесный угол в чужом доме, кровати в собственной лачуге, тут же в двух шагах от нашего отстоящей ни к чему не привели. Объяснение шло по-бретонски. Но с тех пор на нну уже не скрываясь забиралась часов в восемь в эту свою конуру, откуда она на прощании кивала своей усатой черномазой физиономией добродушной ведьмой, после чего раздавался тотчас же могучий ее храп. это кухня-гостиная с ее шкафами кроватями, с ее черным потолком, с громадным тоже прокоптевшим камином, в котором на особом крюке висел древний большущий котел, и на полке которого были расставлены всякие уже не употреблявшиеся в хозяйстве предметы, чудом уцелевшие от былых времен. Эта кухня была на редкость живописна. И с первого же дня я решил, что самым точным образом изображу ее. Но задача оказалась тогда еще мне не по силам. И хоть корпел я над этой акварелью много, хоть несколько раз смывал ее и снова принимался сначала, но так мне и не удалось справиться с сочной рембрандтовской светотенью и создать то, что хотелось, то есть как бы самый тип древнего бретонского жилища. Впрочем, то первое бретонское лето я не мог считать, что касается моих работ с натуры, удачным. Значительных этюдов у меня к концу лета так и не оказалось. При чрезмерном богатстве новых впечатлений, при страстном желании все запечатлеть, все увести с собой, я поневоле разбрасывался, вследствие чего получилось бесчисленное множество отдельных зарисовок карандашом, пером или небольшие этюды акварелью в альбомах, а на нечто более серьезное и выдержанное не хватало времени. И все же лето для меня как художника не пропало даром. В непрестанном упражнении руки и глаза я приобрел большую меткость и большую уверенность. это констатировал к моему значительному утешению и Сережа Дягилев, нагрянувший к нам среди лета в примель и пробывший с нами целых два дня. К большому нашему сожалению, мы не могли ему оказать гостеприимство в нашем доме. Три комнаты, составлявшие второй этаж, по русскому счету, служили нам спальнями, и все они были заняты нами двумя, нашей малюткой, и ее няней, и Женей. Те кровати, в которых мы спали, имели вполне комфортабельный вид. Они были снабжены и тюфиками, и матрацами, и подушками, но все это насквозь пропахло сыростью, к чему мы с трудом привыкли, и что привело к тому, что и мы сами пропахли этим довольно противным ароматом. Да и продовольственные условия в тогдашнем примеле были таковы, что моя бедная Атя не выходила из отчаяния. В самом поселке не было лавок, и за всяким пустяком приходилось тащиться в гору, в плугану. Мы почти исключительно питались картофелем, рисом, тогда, когда же рыба была редкостью. Как тут было угодить такому требовательному и привычному котельному обилию человеку, как Сереже? Все он как будто остался доволен, живя в отеле Пупон своим пребыванием. Днем я водил его по всем нашим достопримечательностям, а оба вечера я провел с ним в отеле, беседуя об его проектах. Попал он к нам на пути из Швеции, Дании и Норвегии, где он как раз наладил свою первую значительную выставку скандинавских художников, а от нас он собирался в Дьепп, где он хотел у Бланша встретиться с Оскаром Уальдом, уже отбывшим свое наказание из Берцли. В октябре 1897 года Дягилев устроил в залах Общества поощрения художеств в Петербурге скандинавскую выставку, первую, столь полно представлявшую в Европе мастеров Швеции, Норвегии и Дании. На выставке были работы более 70 художников. Еще до своего приезда он писал мне, что занят осуществлением нашего давнишнего желания образовать свое художественное общество, одной из главных задач которого было устройство своих отдельных выставок передового характера. В моем согласии примкнуть к этому обществу и в полном сочувствии к его затее он не мог сомневаться. Ведь я был как бы создателем нашей группировки еще до того, что он появился среди нас. Я даже мог считаться тогда как бы моральным или эстетическим вождем и ментором нашей группы. И все же требования Сережи вызвали во мне довольно мучительную душевную суматоху и растерянность. Дело в том, что еще в мою бытность в Петербурге Альбер, возмущенный какими-то интригами, проявившимися в возглавляемом им обществе аквалилистов, стал подумывать о том, чтобы покинуть это общество и основать свою группу. Бенуа подробно рассказывает об этом эпизоде в книге «Возникновение мира искусства» Ленинград 1928 год страницы 23-26. Тогда же и я, и Бакст совершенно естественно дали наше согласие войти в это общество. Однако брату моему было не по плечу и не по характеру создать нечто действительно серьезное и значительное, да еще передовое, авангардное. К нему сразу примкнули наименее желательные из его коллег, разные любители и дилетанты, которых он баловал своей дружбой. Это уже казалось с самого начала чем-то губительным. Сережа сначала отнесся к затее Альбера, если и не с сочувствием, то все же небезызвестного интереса, но затем он понял, куда это альберовская затея клонит, и тогда у него и возникло намерение устроить другое, свое, уже совершенно новое общество. И вот именно такой оборот дела и доставил мне мучения. Всей душой я был с Дягилевым и с моими друзьями, и в то же время мне было очень неприятно огорчить брата, ибо сочетать ту и другую затею было немыслимо. К счастью, эти терзания мои через два-три месяца кончились сами собой. Альбер понял, что ему никакого общества не сформировать, и он, поломавшись немного, вернулся на лоно своего прежнего общества аквалилистов. Я же благодаря этому ощутил полную свободу и мог без всяких угрызений совести всецело отдаться новому нашему кружку. Вот то письмо, которое Сережа мне написал в примель приблизительно за полтора месяца до своего собственного появления. Привожу его, как очень характерное для него, но представляет оно интерес и как наиболее ранний документ, относящийся к истории возникновения нашего мира искусства. Милый друг Шура, пишу тебе лишь два слова, чтобы держать тебя в курсе дела. Из альберовского общества ничего путного не выйдет, так как члены учредителей его суть Бегров, Степанов, Игнациус, Аккер и прочие, а потому я учреждаю свое новое передовое общество. Дягилев был неправ, ставя на одну доску такого искусного мастера, как Александр Бегров, с такими бездарными любителями, как глухонемой Степанов и морской офицер Игнациус. художник. Первый год по постановлению большинства бывшего у меня собрания молодых художников выставка будет устроена от моего личного имени. Причем не только каждый художник, но и каждая картина будет отобрана мною. Затем будет образовано общество, которое будет работать дальше. Выставка русских и финляндских художников открылась в Петербурге в январе 1898 года в залах музея-училища Штиглица и своим направлением определила платформу будущего мира искусства. С нее по существу начинается история выставок этого объединения, обычно выступавшего от имени журнала, первый номер которого появился в ноябре того же 1898 года. Среди представленных на выставке русских художников были Врубель, Коровин, Серов, Левитан, Нестеров, Воснецов, Сомов, Бенуа, Бакст, Рябушкин, Малютин. Финляндский раздел экспозиции включал работы крупнейших финских художников тех лет Галенкарлала, Эдельфельта, Ернефельта и других. Уже эту выставку Дягилев собирался показать в дальнейшем в Москве, а затем на Сецессионе в Мюнхене. Об организации русского отдела он вел переговоры с устроителем Сецессиона Паулюсом. Выставка предполагается у Штиглица от 15 января до 15 февраля 1898 года в зале училища имени Барона Штиглица. Ты, конечно, понимаешь, кто входит в состав общества. Петербургская молодежь, москвичи, которые страшно ухватились за мою мысль, финлянцы, они ведь тоже русские, а затем кое-кто из русских за границей, Александр Бенуа, Якунчикова, Федор Боткин. Итак, я надеюсь, ты примыкаешь к нам, а не к Альберовскому болоту. То, что я пишу, не есть лишь проект, это дело решенное. Ответь моментально, как ты к этому относишься. На днях получишь от меня по этому поводу официальное письмо. Вместо обещанного официального письма явился сам Сережа и в личной беседе рассеял последние мои сомнения и угрызения совести в отношении Альбера. Посещение Сережи произошло уже в середине лета, и к этому времени и у меня, и у Жени набралось несколько таких работ, которые свидетельствовали о сделанных нами успехах. Но в Дягилеве уже тогда обнаружилась определенная склонность ко всему незаконченному, к тому, что вылилось у художника сразу, не пройдя через строгий контроль сознания. об этом он мне еще написал из Парижа, где я, снабдив его пропуском в нашу квартиру, дал ему возможность ознакомиться со всеми теми моими работами, которые я сделал с момента моего поселения в Париже. Эти хвалы Сереже были мне чрезвычайно приятны, что, между прочим, доказывает, какую авторитетность этот вчерашний мой ученик приобрел даже во мнении своего бывшего ментора. Глава двадцать вторая по Британии во вторую половину лета 1897 года я совершил с Женей Лансере несколько поездок по Британии и Нормандии. Первая из них, длившаяся всего три дня, была посвящена самому Мурле и недалеко от Мурле лежащим местечком Гемелео и Сен-Тегунек. Во время второй поездки самым далеким на север лежащим пунктом был нормандский город Кутанс, а по дороге к нему мы посетили Динан, Доль, Монсен-Мишель, Фужер, Витри. На возвратном пути Карнак, Плоэрмель, Замок Жослен, Кархе. Целью третьей были знаменитые скалы Плуманах близ Перросгирека. Возвращались мы с каждой экспедиции с массой зарисовок в альбомах, рассчитывая многое из этого дома привести в порядок и по свежей памяти снабдить красками. Однако все новые впечатления помешали исполнению этих благих намерений и в результате получилось у меня за лето не более десяти законченных вещей, из которых я запомнил церковь в Кархе, приобретенную князем Тенишевым, и замок в Фужере, кому-то проданный на нашей первой выставке. Женя, впрочем, очень удачно использовал все то, с чем он познакомился во время этих поездок, в своих полных подлинного бретонского настроения иллюстрациях к сказкам госпожи Балабановой. Это была его первая ответственная заказная работа, и в ней суть его искусства уже высказалась вполне. Не могу тут же не выразить все мое любование личностью в целом нашего дорогого родственника. Трудно себе представить большее душевное единение, нежели то, что нас тогда связывало. От прежних наших отношений, походивших скорее на отношения между наставником и учеником, остались едва заметные следы. Постепенно они перешли в дружбу на основе полного равенства. Кроме того, у меня к женяке, как к художнику, был род поклонения. С чем можно сравнить то отрадное чувство, с которым следишь изо дня в день, как растет и зреет подлинный Божий дар? Нечто подобное я уже испытал в предыдущее лето, 1896 год, любуясь расцветом на моих глазах таланта Сомова. Здесь же происходил аналогичный процесс, с той разницей, что в творчестве Жени, как в работах с натуры, так и в его фантазиях, я видел нечто для меня особенно близкое, действительно родное. Костя помог мне лучше осознать особую прелесть русской природы и исконного русского быта. Я через него лучше понял иные характерно русские настроения, настроения русской усадьбы, русской помещичьей жизни. В произведениях же, опять-таки, на моих глазах возникавших Жени, уже в Париже, но особенно в Британе, я изумлялся его удивительному схватыванию наиболее своеобразных черт того, что мы видим. Бретонские легенды приобрели в его передаче необыкновенную остроту и убедительность. А какой вообще исключительно прелестный человек был тогда Евгений Лансере? Прелестным в основе человеком он остался и на всю жизнь, но все же и его не миновала всякая трепка и ломка, всякие заботы и разочарования. В то же описываемое время много в нем было очаровательно юношеского, что чудесно гармонировало с его утонченной, я бы сказал, аристократической внешностью и с его необычайно деликатной, скромной и ласковой манерой быть. Самое его простодушие, выражавшееся в каких-то рыцарски благородных убеждениях политического и морального характера, придавало удивительно милое и светлое обаяние его личности. Случалось мне Женю за что-либо корить и упрекать, но каждый раз я тогда внутри себя чувствовал, что мои наставления носят оттенок порчи, что, озабоченный тем, что было в его натуре не от мира сего, и желая ему привить более трезвые взгляды, я рисковал разрушить в нем нечто особенно тонкое и нежное. Одной из характернейших специальностей Британии являются так называемые кальварии, памятники, которые фанатично благочестивые бретонцы сооружали в 15-16 веках и даже еще в 17-м веке на своих кладбищах в наглядное памятование страстей господних. Означая в переводе с французского Голгофу, кальварии воспроизводили холм с распятием и служили придорожными распятиями, воздвигались на кладбищах и возле часовен. К числу наиболее замечательных относятся как раз описанные Бенуа, построенные в Британии в средние века. Они оказывались в центре небольших монастырей, выкладывались из кирпича и имели алтарь, украшенный барельефами. Одним из самых значительных таких кальвариев и прославилась деревушка Гемелео. Но здесь кальварий окружен весьма своеобразными и затейливыми постройками из гранита. И в целом получился удивительный архитектурный ансамбль, правда, не отличающийся ни роскошью, ни блеском, ни особой изощренностью деталей, но производящий все же чрезвычайно сильное впечатление единством характера. Мне еще в Петербурге особенно хотелось видеть эту странную замкнутую стеной церковную площадь, посреди которой и возвышается кальварий и на которую проникаешь через затейливые ворота. И я не был разочарован на месте. Жалобный перезвон низенькой остроконечной колокольни схватывал бушующий ветер и разносил по окрестным безотрадным далям. И именно то, что вследствие непогоды мы оказались единственными посетителями Гемелео, сообщило особую таинственность всему. А те коротенькие карликовые фигурки, которые точно на подмостках средневековой мистерии, тесно сбившись в группы уже четыре века, как разыгрывают у подножия трех распятий главнейшие моменты страданий спасителя, получили особую жизненность. Помнится, как во время того, что я, пользуясь перерывом между дождями, стал с разных сторон зарисовывать кальварий, мне положительно чудилось, что эти каменные людишки перемещаются, жестикулируют. Еще немножко я бы стал различать их говор, крики, брань, топот коней, плач святых жен. И какое-то близкое родство существует между этими изваяниями и сказками о карликах, в реальное существование коих не только дети, но и всякие бретонец верят, как в абсолютно удостоверенную быль. Подобное же чисто бретонское ощущение мы оба испытали в Карнаке, зарисовывая с разных точек зрения знаменитые ряды друидических камней, то есть жреческих камней. Друид жрецу кельтов. Скорее всего, имеются в виду менгиры, большие камни, ставившиеся вертикально, высотой 4-5 метров, иногда до 21 метра, и имевшие культовое назначение. Около них совершались жертвоприношения и иные религиозные церемонии. И там погода была мрачно унылая, и там выл над полями ветер. Казалось, стихия хочет препятствовать продвижению того таинственного шествия, которое вот уже сколько тысячелетий стремится к непонятной для нас цели. Кто откуда и зачем занес эти глыбы и расставил их правильными рядами. В Гемелео мерещится, что скульптуры оживают и вот-вот сползут, соскочат со своего высокого помоста. Здесь же, в Карнаке, если долго оставаться среди этих серых каменных полчищ, то начинает казаться, что корявые в своей первобытной бесформенности камни сдвигаются с места и, ковыляя и спотыкаясь, совершают какой-то обрядовый хоровод. Иными настроениями мы исполнились, гуляя по древним улицам Морле, Динона, Ветри, Фужера и Мон-Сен-Мишеля. Та языческая, дикая, первобытная Британь в сущности нам чужда. Было ужасно любопытно заглянуть в этот неведомый мир отдаленных предков. Напротив, среди этих готических и романских вдоль домиков, под сводами этих стрельчатых соборов, и я, и Женя чувствовали себя, точно вернувшись в какие-то давно знакомые родные места. Это уже наше. Это наш уют, наши обычаи. Это наш Бог живет в этих церквах. Это Ему мы молимся, на Него уповаем. Особенно мы оценили это настроение в Мон-Сен-Мишеле, где мы решили переночевать и провести два дня. Когда к вечеру толпа туристов отхлынула, лавочки со всякой сувенирной чпухой позакрывались, то городок потерял свой бутафорский налет и стал почти таким же живущим своей жизнью городом, каким он существовал многие века, прижавшись к высоким стенам грандиозного аббатства и ища в нем защиту от всевозможных мирских и духовных тревог. от сторожей мы получили разрешение остаться в пределах самой обители после того, что часы официального осмотра закончились. Мы теперь были совершенно одни среди этих башен, бастионов, укрепленных лестниц и переходов, террас и сторожевых убежищ. И такое одиночество и получившееся вследствие того чувство оторванности от обыденной сутолоки удивительно способствовали более интимному познанию памятника. «Уже через час нам казалось, что мы здесь свои люди и камни начинают нам рассказывать свои тайны». А до чего интересно было оттуда сверху наблюдать одно из самых грандиозных зрелищ природы, когда песчаная пустыня, стелющаяся на много километров вокруг Мон-Сен-Мишеля, начинает заливаться морским приливом. Вот только что мы с Женей еще ступали по-плотному, за несколько часов высохшему морскому дну, только что мы решались присесть то тут, то там, чтобы зарисовать различные повороты той одинокой, рожденной морем скалы, которая увенчана монастырем, и по уступам которой лепятся разнообразные домики жителей и шумит сосновый бор, теперь же, если бы мы вовремя не поспешили взобраться в безопасное место, вода, точно пролитая из гигантского ведра, с коварной быстротой окружила бы нас, и мы были бы отрезаны от земли. Особую патетичность придает Монсен-Мишелю именно это ежедневно окружающая его водная опасность. Когда же Монсен-Мишель был островом, и его не соединяла с сушью та дамба, по которой можно теперь доехать до самых его ворот, эта патетичность носила еще более грозный характер. Из всех соборов Франции собор в Кутанце, пожалуй, наименее популярен. И это отчасти потому, что самый город лежит несколько в стороне, отчасти и потому, что он почти не украшен скульптурой, сообщающей и Реймсу, и Амьену, и Шартру, совершенно особый ореол. Художественный интерес Кутанца сводится исключительно к его архитектуре. Зато какое это чудо! В отличие от родственных ему памятников, здесь весь замысел получил полное гармоничное завершение, а последующие времена почти не нарушили этой полной целости. Уцелели все башни, вышки, шпили, вследствие чего собор в Кутанце вполне выражает идеалы готики в тот ранний период, когда строители и украсители только созидали в только что открытых новых формах, а не искали придать им особую роскошь и изощренность. Кутанц один из наиболее чистых примеров стрельчатой архитектуры, но эта его чистота отнюдь не сообщила ему какой-либо аскетической сухости. И издали, вблизи, и снаружи, и внутри все живет, тянется, рвется ввысь, и одновременно он всеми своими остриями производит впечатление какой-то настороженности, какой-то цитадели, готовой в битве отстоять истинность своих убеждений, своей веры. Это одновременно и дом молитвы, словословия, и крепость, твердыня воинствующей церкви. С характером Кутанца я уже был знаком по снимкам. Это знакомство и побудило меня в первую же далекую поездку по Франции выехать из пределов Британии и посетить юго-западную часть Нормандии. Когда же я увидел Кутанц в натуре, в лучах утреннего солнца, то я и не раскаялся в том, что мы сделали довольно значительное отступление в сторону. И этот крюк стоило сделать. То впечатление, которое я тогда получил, осталось одним из самых ярких на всю жизнь. Самое слово Кутанц сразу вызывает в воображении что-то острое и могучее. По мере того, что мы приближались к собору, впечатление грандиозно музыкального все усиливалось. В то же время все эти обращенные к небу стрелы, коими взъерошены обе его передние башни, коими уснащена вся громада его корпуса, не застыли в покое, а точно движутся. Эти острия слагаются во все новые и новые сочетания. Самый темно-серый цвет камня в Кутанце имеет в себе нечто сурово воинственное, а с другой стороны, ни один средневековый храм не являл такого сходства с гигантской базальтовой скалой. А духотворенный поэт и ученейший техник сочетались в творении Кутанского собора, чтобы замыслить и осуществить такой полет фантазии и выявить такое чудесное понимание пропорций, равновесия частей и гармонии. А как прекрасен этот нормандский собор внутри, как сияют под уходящими в недосягаемый сумрак сводами его ветро, слагающее в своих рубиновых и сапфирных стеклах сказочные арабески, напоминающие самые затейливые и цветистые восточные ковры. Не отразились ли в этих симфониях мечты или воспоминания крестоносцев, то, что их манило на опаснейшие авантюры во имя Христова, или то, о чем, побывав на сияющем в солнце роскошном востоке, они любили рассказывать, вернувшись на свой сумрачный и холодный север. Не менее сильное впечатление, нежели Монсен-Мишель. Это создание рук и ума человеческих, произвела на меня и на Женю та каменная сказка, что в Плумонахе создала на Бретонском побережье сама природа. Создала как бы нарочно для того, чтобы поразить человеческую душу сверхъестественным ужасом. Увы, с этим даром природы, с этим на вечные времена установленным зрелищем люди нашей эпохи не сумели обращаться с подобающим пиететом. Уже когда всего через восемь лет я снова посетил Плумонах, я застал в нем немало всяких следов проявления человеческого духа, наживы и эгоистичного присвоения. Во многих местах между каменными глыбами были протянуты проволочные заграждения, означавшие, что данный кусок изъят из общего обращения, сделался чьей-то дачей. Уже на отдельном острове в море вырос нелепо претенциозный замок, построенный, если я не ошибаюсь, Сенкевичем, который именно там якобы написал один из своих романов. Но все же, в общем, и в 1905 году плумонах еще был тот же дикий плумонах, который мы посетили в 1897. Но какую мерзость запустения я застал здесь навести в плумонах снова еще лет через 30 с чем-то лет в 1939 году. Казалось бы, самый определенно чудовищный характер местности должен был защитить плумонах от посягательства человеческой пошлости. Кому может быть соблазнительным селиться среди этих разбросанных в беспорядке исполинских глыб, из которых каждая точно корчит какую-то гримасу или напоминает застигнутых в смертельной агонии и тут же окаменевших чудовищ. все это бредовое должно было бы отпугивать, держать обыкновенных мирных граждан и добрых, склонных к мирному уюту отцов семейства на дистанции. Ведь отпугивал же весь этот каменный кошмар в течение тысячелетий суровое и мужественное местное население, которое и не пыталось здесь селиться и устраиваться. Самая пустынность этого куска берега способствовала тому, что народная фантазия населила его злодейской нечистью, гномами, корриганами и бесенятами. Однако сила того запрета, с чем не могли совладать и мудрые чародеи, и вдохновенные экзорсисты, заклинатели, эта сила ныне сломлена и, вероятно, навеки. Совладала с ней наша бездушная, безмозглая, враждебная всякой поэзии и искусству культура. И какие же теперь еще могут оставаться в полумонахе и в других подобных заповедных местах корриганы и феи, когда гостиницы выросли здесь одна рядом с другой, когда поминутно сюда прикатывают автокары с сотнями туристов, когда шумливые эти непитающие ни к чему пиетета толпы со смехом распевая шансонетки пробегают эту местность на ходу покупая в открытых ловчонках всякую сувенирную дребедень. теперь настоящий полумонах тот, который я еще застал более не существует. Вот почему за великое счастье, за какую-то исключительную милость судьбы я могу почитать то, что тогда полвека назад я удостоился побывать в настоящем полумонахе и провести там с другом единомышленником целых два дня. Переночевав с Женечкой в соседнем уже тогда модном Перрос-Гереке мы получили возможность в течение двух дней с раннего утра и до ночи оставаться в этой диковинной местности и исходить ее во всех направлениях. Увидели мы тогда полумонах даже при лунном свете, что, разумеется, придавало особый ужас всем этим загадочным формам, как жутко было пробираться при звуках ревущего бешеного прибоя по колючим цепким кустарникам, обходить эти торчащие из земли головы, торсы, лапы, эти точно готовые сейчас сдвинуться и покатиться громады. мальчикам, не только все это кошмарное доставило нам с Женей своеобразное удовольствие. Вся эта местность и самые редкие постройки на ней полны дразнящей живописности. Как прекрасны в своем роде, например, те курьезные древние водяные мельницы, что стоят на двух концах запруды в том месте, где местная речка выливается в одну из морских бухт. Я эти мельницы тщательно зарисовал, а пока рисовал, прислушивался к музыке стучащих и что-то напевающих колес. И до чего внушительно массивная как крепость, сложенная из бурого гранита, кривобокая, остроконечная церковь Нотр-Дам де-Ла-Кларте, что стоит довольно далеко от берега на холме. Знаменитый ее храмовый праздник 15 августа. Собирает сюда со всей Британи ежегодно толпы паломников, а в соседней деревне идет тогда гулянье фуара. День Успения Богородицы, особо чтимый как православной, так и католической церковью. Мне тогда еще приходила мысль создать балет или оперу, в чем я бы использовал эти бретонские элементы. Однако из этой затеи почему-то ничего не вышло, хотя Островинский как будто сначала и заинтересовался моим предложением и записал к себе в книжечку напетый мной танцевальный мотив, который мне случайно запомнился. Надо еще раз вернуться к самому месту нашего поселения и воздать ему должную хвалу. Правда, в Примеле, в ближайшем его соседстве, не было каких-либо знаменитых памятников архитектуры. Единственный замок Трумлен, стоявший в долине, был очень скромным представителем Средневековья. А все же и наши приморские скалы являли собой очень странные и жуткие примеры игры природы, да и вся местность в те времена была полна таинственной красоты и какой-то загадочной настороженности. Оберу как раз особенно полюбилась та каменная громада, которая расположена в начале уходящей в море примельской косы, и которая при известном освещении давала полную иллюзию присевшего к земле и дико озирающегося дракона. Без всякого насилия можно было в этой обветренной поросшей мхом груди различить и кошачью голову чудовище, и его утыканный иглами хребет, и завернувшийся у задних лап хвост. Первые дни Обер только любовался и изумлялся всей этой исполинской диковине. Но потом он решил в более отчетливой форме передать то, что ему мерещилось. И после нескольких сеансов с натуры он и изобразил в глине в довольно крупном формате эту страшную окаменелую громаду. Скульптура эта была затем в Париже отлита в керамике и покрытая глазурью производила вполне убедительное впечатление, хотя современная палеонтология еще и не доискалась до данного вида допотопного животного. Особенно любимым местом моих прогулок были прибрежные скалы, окаймляющие берега нашей бухты на противоположной стороне, немного дальше выстроившегося по холму значительного рыбацкого селения Дибен. Иные из этих скал напоминали башни средневековых соборов, другие какую-то свалку гадких монстров, третьи имели формы шаров, кубов, обелисков. Когда же изучив во всех подробностях все то, что было в близком соседстве, мы с Женей пустились исследовать более далекие берега, то и там мы нашли всевозможные то чарующие, то пугающие достопримечательности. В одном месте из воды торчала исполинская голова, похожая на те, которыми покрыты склоны холмов на острове Пасхи. В другом стоит точно едва начатый обработкой монумент, предвкушение Руденовского Бальзака. Еще дальше на берегу Мурлесской бухты, среди пустынного пляжа, мы набрели на гигантское нагромождение камней самых разнообразных форм, не соорудил ли их себе на потеху какой-либо великан. Кроме того, эти наши дальние прогулки привели нас к роще низкорослых сосен и на опушке ее к заброшенному двухэтажному домику с двумя башенками по углам и с наглухо заколоченными ставнями. Этот слепой мануарчик стоял на самом краю обрыва и служил как бы некой первопланной кулисой для того бесподобного вида, что стлался за ним на Морлесский залив с его цикладой мелких островов и с узкой линией противоположного берега, уснащенного высокими шпилями церквей древнего Сен-Поля родины Тристана. Это совершенно волшебный вид, но лишь семь лет спустя мне удалось запечатлеть его в нескольких акварелях. Несколько видов премеля масло, акварель, гуашь, находящихся в музеях Советского Союза датируется 1905 годом. Наиболее знаменитым в историческом отношении местом в ближайшие окрестности премеля является лежащий в двух километрах от него и тоже у самого берега городок Сен-Жан-Дюдуа. В нем сохранилась церковь конца XV века, славящаяся своей реликвией, притягивающей в Ивана в день паломников со всей Британией. Этой святыней является палец святого Иоанна Крестителя, якобы как раз тот палец, которым он указал народу на приближающегося Христа. Тут же в церковной ограде возвышается монументальный и роскошный фонтан начала XVI века и очень интересные открытые капеллы, служившие когда-то осуарием, складочным местом для костей, когда-то погребенных, но давно истлевших покойников. В первый раз мы посетили это прелестное местечко, притаившееся в долине между зелеными холмами, 22 июня. И это посещение оставило в нас неизгладимое впечатление, точно мы побывали в стародавней древности. Все подступы к церкви были заполнены богомольцами, главным образом добредшими или доставленными сюда калеками, безрукими, безногими, разбитыми параличом, немыми и слепыми. Так это было заведено еще в эпоху, когда царила добрая герцогиня Анна, дважды ставшая французской королевой. Так этот праздник, надо думать, будет праздноваться еще многие годы, ибо бретонцы верны своим традициям и верят во все те чудеса, о которых свидетельствует церковь. Анна Бретонская, 1477-1514, герцогиня Британии, последнего самостоятельного герцогства во Франции. Была королевой Франции с 1491 по 1514 год. Она дважды получала королевский титул в результате брака с королями Франции Карлом Восьмым и после его смерти 1498 с Людовиком XII. Присоединение Британии к Франции завершало образование французского национального государства. В тот же день после многих служб и крестных ходов устраиваются церковью особые действия. Сложенный из хвороста костер, лежащий на противоположном конце городка, воспламеняется чудесным образом. Этот чудесный образ заключается в том, что по проволоке, протянутой с колокольни, прилетает сюда игрушечный голубь с зажженной паклей в клюве, который и поджигает этот праздничный костер. И как только хворост начинает пылать, так находятся смельчаки, которые норовят перепрыгнуть через огонь, причем прыгают не только деревенские юноши и девушки, но и, подняв подол своих черных ряс, семинаристы, которым в этот день разрешается баловаться и проявлять на людях свою юную удаль. Я никогда бы не кончил этой главы, если бы хотел рассказать все, что мы в те три месяца с половиной получили от Британии. Однако я никак не могу пропустить молчанием то божественное наслаждение, которое мы испытали, купаясь на нашем прекрасном песочном пляже. Особенно увлекательно это было в дни большого и несколько бурного прилива, когда волны во всю ширину берега с бешеной яростью наступают ряд за рядом, подбрасывают купающихся как мечи и ведут с ними веселую борьбу. Тогда мой молодой организм вполне выдерживал такие испытания, и после купания я не чувствовал какого-либо неприятного озноба или стеснения в сердце. Когда же я через восемь лет попробовал возобновить эту премельскую забаву, то после второго же раза я должен был ее прекратить, так как почувствовал себя отвратительно. На те же неприятные ощущения пожаловалась и моя жена. А как еще интересно было в часы отлива спускаться по почти отвесной стене, ища ногой еле заметные выступы к подножию скал и, бродя по еще невысохшим глыбам, заниматься исследованием бесчисленных природных аквариумов. Только что здесь бушевали ярые водяные массы, обдавая берега белой пеной. Только что и самый сильный атлет не устоял бы, а был бы увлечен в бездну, а теперь и совсем слабые, изнеженные городские жители бродили по этому полю сражения безнаказанно. А какая радость была в такие часы отлива проникать в те два грота, один на самом гранитном мысе Примеля, другой у подножия скалы недалеко от Сен-Жан-Дюдуа. Эти пещеры могут служить чудесным сценарием для страшных приключений, рассказанных в романе «Труженики моря», чтением которого мы как раз тогда увлекались. Первый, еще весь мокрый, а только что покинувший его воды, блистал и отливал всеми цветами радуги, второй производил впечатление разинутой в ширину пасти, а наполняющие его белеющие круглые отшлифованные морем камни имели совершенный вид оголенных черепов. Точно то было логовище одного из баснословных змеев. Впрочем, и не покидая в ненастные дни или в долгие осенние вечера нашего жилища, мы и там находили для себя массу интересного и поучительного, делая то зарисовки всяких рыб, крабов, креветок, а также раковин и водорослей, то наброски с наших соседей, начиная с героического лекора и его прелестных двух дочек Марии и Жан и кончая пьяницей на ну. Несмотря на скудное освещение единственной керосиновой лампы, мы тогда же перечли не только тружеников моря, но и бесов Достоевского. Казалось бы, что общего между этой былью о гнуснейших порождениях человеческой культуры и нашими поэтичными бретонскими впечатлениями, однако вся эта жуткая быль пророссийская подполье возникла тогда перед нашим духовным зрением с особой трагичной отчетливостью и возможно, что русская бесовщина связана какими-то непонятными узами с той бесовщиной, что в таком избытке живет, как бы притаившись по всем закоулкам сказочной армурики. Глава 23 Сожительство с Сомовым Моя работа Мои лекции у Тенешевой Водворились мы обратно в Париж довольно поздно в исходе сентября. Мы бы остались и дольше, если бы не ставшая невыносимой стужа, особенно по ночам, и то ощущение одиночества, которое усиливалось с каждым днем по мере того, как пустел премель и его покидали летние гости. Гораздо раньше нас уехали оберы. Закончив своего дракона, Артюр вылепил еще из воска бретонку, увидав одну из наших соседок старух, шествующую с огромным ножом в одной руке и с петухом в другой. Эта статуэтка была затем отлита в Париже из бронзы, и ее приобрел мой брат Леонтий. А также два декоративных блюда, на одном из которых, вдохновленный тем морским миром, который он наблюдал с особым увлечением, он изобразил рыб, кружащихся вокруг головы отдувающегося тритона. Надо было возвращаться в Париж еще и потому, что приближался терм. Срок 15 число октября, и к этому моменту надлежало нам найти новое помещение и в него переехать. Оставаться же на рю Казимир Перье нам не хотелось главным образом, потому, что я стал ощущать необходимость в отдельной настоящей мастерской. Таковую мы решили искать где-либо на Монпарнасе, который нам нравился своей тишиной, никаких грандиозных кафе тогда еще там не существовало, и своей близостью к Люксембургскому саду, являющемуся идеальным местом для прогулок нашей малютки. Наконец, весь этот квартал считался несравненно более дешевым, нежели аристократический Сен-Жермен или просто Ле-Фонье. Переехав в Париж, мы сразу же принялись за поиски, и после недели поисков набрели наконец на то, что нам было подходящим, в доме номер 22 по тихой улице Де-Ламбр, где, кроме квартиры в пять комнат в третьем этаже, оказалась и отдельная мастерская во дворе. Правда, чтобы попасть в нее, надо было спуститься три этажа, сделать несколько шагов по двору и снова подняться на второй этаж, но все это было так близко, что стоило моей жене меня позвать через окно, как я уже через минуту мог быть в семейной половине. К сожалению, когда мы уже выдворились на новом месте, в мастерской обнаружился очень серьезный дефект, с которым я так и не смог примириться и из-за которого пришлось сразу от этой своей осуществленной мечты отказаться. Дело в том, что мастерская примыкала к органной фабрике Кавалье Кол, из которой непрерывно доносились всякие весьма назойливые шумы. Деревянные частью застекленные стены пропускали любой звук, и все стуки, лязги, шипения слышались с удручающей отчетливостью. Уже на второй день я был готов уплотить любую неустойку, только бы освободиться от этой музыки. И как раз в это время, исполняя наконец и свое намерение пожить в Париже, явился Костя Сомов, который с радостью переснял у меня мастерскую, вполне примиряясь с ее шумами. Нам же оставалось только уплотниться в нашей квартире. Свою рабочую комнату я устроил там, где была детская, где спала маленькая Атя и ее нянька. Это было не так уж стеснительно, так как все равно наша девочка весь день проводила под крылышком матери в спальне или же в саду, а Аннушку мы устроили в боковушке. Зато Костя был в восторге. Ведь все наладилось на началах, подобных тем, какие существовали при нашем сожительстве в Мартышкине, а это ему представлялось настоящим идеалом. Столовался он за взнос своей части расходов у нас, а кулинарный талант моей жены, любившей покушать, друг наш успел оценить. В свою очередь и мне было приятно общество Кости. Здесь, на чужбине, он как бы заменял мне всю мою петербургскую компанию. Нрава Кости был тихого, покладистого, художественные интересы у нас были общие, наши оценки расходились лишь из-за незначительных нюансов, мы одинаково увлекались выставками, театрами, концертами и всей парижской жизнью в целом. Все это обещало приятнейшее сожительство, и нужно признать, что эти обещания осуществились вполне. Если же между нами и возникали иногда кое-какие недоразумения, то они быстро улаживались и следов в наших взаимоотношениях не оставляли. Все же для полной характеристики как нас обоих, то есть меня и моей жены, так и нашего друга, я считаю не лишним на этих недоразумениях остановиться. Иногда и пустяшная как будто черта говорит больше, нежели то, что представляется в данный момент значительным. Все наиболее серьезные из этих недоразумений могут быть сведены с моей стороны к некоторым мучениям, точнее к некоторым тревогам ревности, и однако эти тревоги не имели никакого основания. В лояльности моего друга я не мог сомневаться, в верности моей подруге жизни еще менее, но люди уж так созданы, что помимо и воли и сознания, а часто и наперекор рассудку, самые дикие мысли подчас лезли в голову. Просто тот факт, что любимый человек находится в частом близком общении с существом другого пола, вызывает известное раздражение и обостряет внимание. Происходит что-то в области подсознательного, известное нашептывание всевозможных подозрений. Лишний слишком веселый смех, а моя жена всегда была нрава веселого и любила посмеяться в дружеской среде, а то и насмехаться над кем-либо. Какие-то непроизвольные проявления женского кокетства, а моя жена в своей чрезвычайной женственности была не прочь пококетничать. Прямо этот инстинкт был до того в ней силен, что никакие мольбы или укоры не помогали. Слишком подчас вольный тон беседы все это меня волновало. С другой стороны, я не мог не заметить, что Костя не совсем равнодушен ко всему шарму моей жены, шарму, который был всегда велик, но в эти годы полного ее расцвета проявлялся с особенной силой. Получалось ли у него настоящая и даже до мучений дошедшая влюбленность, этого я не знаю, и этого я никогда не желал знать, но, во всяком случае, внешне это не выражалось в чем-либо. Правда, Костя в наших общих спорах, а спорили мы охотно, часто становился на сторону Анны Карловны. Нередко и она прибегала к его поддержке против меня. Однако это если и раздражало меня, то само по себе ничего еще не доказывало. Надо, впрочем, прибавить, что все подобные огорчения были мимолетными и никогда не переходили в настоящие ссоры. Из всех моих друзей именно на Костю я ни разу в жизни не гневался, не порывал с ним и не кричал на него. Со своей стороны и Костя, хотя и был способен иногда надуться и даже огрызнуться, то, в общем, я уверен, что он, любивший кичиться своей якобы черствостью и даже злобой, любил меня в те времена сердечно и был мне по-настоящему предан. В свою очередь, и это я считаю нужным еще раз подчеркнуть, у меня в те времена был к искусству Сомова определенный культ. Не все одинаково мне нравилось из того, что тогда у него возникало на холсте или на бумаге, что создавалось им на моих глазах, и за постепенным созреванием чего я мог ежедневно следить. Но вся своеобразная сущность сомовского искусства, выражавшаяся как в изумительной тонкости и точности его образов, так и в тех настроениях, которые ему удавалось передать, все это было мне по вкусу в большей степени, нежели что-либо, что создавалось в те дни. Наконец, и историческое чувство Сомова, его способность убедительным образом передавать жизнь былых времен, будь то и самое обыденное, будничное существование, как раз то существование, которое не оставляет по себе особенно ярких следов, все это пленило меня, возбудило во мне своего рода острую и сладостную ностальгию по прошлому. Но и Сомову, то поклонение его искусству, которого я не скрывал, служило большим ободрением и сильной поддержкой. Ведь он все еще продолжал относиться к себе с каким-то странным недоверием. Испытывал он иногда и острые приступы полного разочарования в себе. Тут мое поклонение сослужило ему хорошую, незаменимую службу. Начиная с осени 1897 года мной создано несколько вещей, которые при всех своих недочетах и некоторой наивности были более зрелыми, нежели все то, что я делал до тех пор. Но поводом к созданию их не были только что испытанные бретонские впечатления или все то, в чем выразилось мое восторженное восприятие Парижа. А затеял я их после того, как несколько раз осенней порой снова побывал в Версале и исполнился в нем совершенно особых настроений. В сущности, эти настроения были в известной степени возобновлением или продолжением тех, что овладевали мной в Петергофе, в Арниенбауме, в Царском Селе. Уже в первое мое посещение Версале год назад, в своем месте я об этом рассказывал, очутившись среди этих мраморных водоемов, бронзовых божеств и стриженных деревьев, я испытал странные наваждения. Я увидал в них создателя всего того мира, самого короля Людовика XIV и его окружения. Но почему-то представился он мне не в виде юного красавца-полубога, любовника блестящих женщин, мощного триумфатора и устроителя баснословных празднеств, но увидел я его на склоне лет, больным и хилом, ищущим одиночества, разочарованного в людях и в собственном величии. Очень кстати, мне попались тогда же купленные у Букиниста дневники, записки последних лет царствования Людовика, которые заносил в свою памятную книгу его верный обожатель, царедворец Маркиз Данжо, комментариями к которым являются те томы мемуаров герцога де Сен-Симон, которые я брал в наемной библиотеке. Превосходная такая библиотека Олие находилась и находится на углу Рю Ферруа и площади Сен-Сюльпис. Мемуары Луи де Сен-Симона охватывают годы с 1694 до 1723 то есть последние годы Людовика XIV в период регенства. Во Франции выдержали несколько изданий. На русский язык переведены частично Сен-Симон мемуары Москва Ленинград 1934-1936 годы тома 1-2 Сразу же после моей первой поездки в Версаль я набросал картину в которой среди почерневших и оголенных садов на террасе латоны выступает одетый в зимние одежды король сопровождаемый несколькими приближенными. Теперь же это видение стало меня преследовать и куда бы я в Версале не направлял свои шаги мне всюду мерещилась эта самая чуть согбенная но все же еще величественная фигура то тяжело ступающая опершись на трость то сидящая в золоченом колоссальном кресле и после каждой такой экскурсии близость вокзала Монпарнас особенно манила к ним я пытался воспроизвести под свежим впечатлением одно из таких очередных видений зовы прошлого обладали для меня величайшими чарами особенного культа к самой личности Луи Каторза у меня не было находясь в каком-то постоянном общении с его тенью я познал все что в нем было суетного и напыщенного не мог я питать особых симпатий и ко всем тем персонажам дамам и кавалерам которые составляли Версальский Олимп и тем не менее этот мир в нарядах поступках и обычаях которого так ясно выразилась старческая усталость эпохи ханжества раболепность порочность и даже начавшийся упадок вкуса явившийся на смену юной самонадеянности беспечности и чувству величавой красоты чувству лежавшему в основе создания Версаля этот мир сделался вдруг моим миром чем-то родным чем-то мне особенно близким уже мной было сделано в октябре и ноябре 1897 года несколько таких небольших Версальских композиций когда я отважился затеять картину в которой суммировал бы синтезировал бы все эти образы темой я выбрал тот момент когда Луи Которс предавался своему любимому развлечению а именно кормлению рыб в разных водоемах своей резиденции сначала я полагал поместить такую сцену в ту обстановку которая служила мне для самого первого из моих Версальских набросков иначе говоря у бассейна Латоны но затем я придумал декорацию более выразительную а именно я изобразил нечто напоминавшее один из четырех бассейнов времен года бассейны времен года занимают углы большого прямоугольника в центре портера перед садовым фасадом Версальского дворца направо от главной аллеи бассейны флоры весны и цареры лета налево бахуса осени и сатурна зимы они более известны по имени мифологических персонажей скульптуры которых установлены на островках в центре бассейнов два из которых флоры и бахуса имеют округлые два цереры и сатурна прямоугольные очертания Бенуа не раз писал и рисовал их но особенно часто в разные времена года бассейн бахуса самого Луи Каторза я изобразил совершенно осунувшимся и с тем рассеянно отсутствующим выражением лица которые бывают у стариков и в котором сказывается что они уже не жильцы на свете что они уже вне жизненной суеты король уже до того слаб такие моменты слабости встречались в последние годы его нередко что самое кормление карпов он поручил сопутствующему его царедворцу кроме того в сцене фигурировали состоящие при нем на всякий случай неотступно задрапированный задрапированный во все черные врач хирург и молодой лакей одетый в живописную реврею на обязанности которого было толкать довольно тяжелую повозку в отдалении я изобразил еще несколько куда-то спешащих господ которые сознавая что его величество их не видит все же издали и на ходу отвешивали ему низкие поклоны последних прогулок короля я создал еще около десяти но увы менее значительных размеров нежели эта крупная акварель когда все они были готовы я пригласил княгиню теньшеву и предложил ей отобрать из них а также и из других моих работ то что ей нравится Мария Клавдиевна выбрала описанную картину и еще две три прогулки все это я счел своим долгом ей преподнести выражая тем самым свою признательность ведь не будь ее денежной помощи я не попал бы в Париж и не смог бы надолго в нем с семьей поселиться после некоторого соревнования великодушия княгиня уступила и приняла мой дар в составе ее собрания эти вещи попали затем в музей Александра Третьего тогда же осенью 1897 года я приступил к тому что можно бы назвать художественным перевоспитанием моей княгини Марии Клавдиевны я и это считал чуть ли не важнейшей функцией моей службы в качестве заведующего ее собранием в чем лишний раз выразился присущий мне педагогический инстинкт я задался целью милую довольно легкомысленную и поверхностно образованную даму превратить в настоящую вполне сознающую своей цели и задачи меценатку в нечто подобное скажем чем Москва обладала в лице Третьякова и как раз эта задача совпадала с той которой задавалась и княгиня Четвертинская вследствие чего у меня получился с последней какой-то негласный сговор что пожалуй и привело бы к чему-либо действительно дельному если бы с одной стороны ряд внешних обстоятельств не помешал осуществлению наших планов а с другой и я не разочаровался бы довольно скоро в своей ученице самым курьезным примером моего усердия по созданию из Марии Клавдиевны образцовой меценатки были те лекции которые я тогда затеял и которые должны были заполнить пробелы в ее художественных познаниях эти лекции происходили в помянутом уютном обитом светлым критоном будуаре княгини в верхнем этаже тенишевского особняка происходили они во время вечернего чаепития раза два в неделю большинство остальных вечеров отдавалось театрам к чаю подавались всевозможные конфеты пирожные и печенье до чего я был большой лакомка присутствовала иногда при этих моих докладах и моя жена но безусловно доступ в святилище был запрещен князю тенишеву с чем впрочем он вероятно вполне мирился предпочитая карточную игру в своем клубе такой школе для взрослых надо еще заметить что сам профессор этой школы вполне сознавал и свою неподготовленность и всю основанную на отсутствии опыта трудность задач но мне было 27 лет я был еще полон иллюзий и желания служить доброму высококультурному делу а кроме того тут была и значительная часть патриотизма я положительно тогда думал что мне удастся образовать в Петербурге еще один музей общеевропейского значения игнорируя свои собственные недочеты и не считаясь с неспособностью моих слушательниц посвящать много времени предметам требующим чрезвычайного внимания я смело и храбро взялся за дело и в течение нескольких вечеров вел его с примерным прилежанием но бедные княгини как должны были они скучать выслушивая мои перечисления и хронологии ведь вследствие желания сразу все выяснить и обнять сразу ввести моих слушательниц в познание массы вещей лекции мои получили скорее характер какого-то сухого конспекта нежели толкового и увлекательного исследования глава 24 выставка русских и финляндских художников возникновение мира искусства среди зимы 1897 98 года я вынужден был снова отлучиться из Парижа и провести целых два месяца в Петербурге главной причиной того было устройство Тенишевского дара в музей Александра Третьего однако за этот период случилось еще два происшествия которые имели исключительное значение в моей личной жизни и в жизни всей нашей группы первое событие устройство Дягилевым выставки русских и финляндских художников нашей первой самостоятельной выставки устроенной в зале музея барона Штиглица второе начало реализации нашей старой мечты создание журнала который должен был служить распространением взглядов нашей группы на искусство Если бы этот наш журнал уже существовал в момент когда была устроена только что упомянутая выставка и существовал под тем названием которое после многих споров ему было дано то эта выставка вошла бы в историю как первая выставка мира искусства Она уже была устроена согласно тем принципам которые были положены в основу нашего журнала и нашего общества На самом же деле она под этим названием не значилась а значилась под приведенным выше а такое название само по себе ничего не говорило ни о наших задачах ни о нашем направлении Впрочем самый факт что организатор выставки счел нужным пригласить к участию группу финляндских художников означал известный уклон и известный принцип Это соединение нас с финнами было средством для выражения того космополитизма в искусстве которому наша группа готовилась служить с самого возникновения своего сознательного отношения к художественной деятельности Мы горели желанием послужить всеми нашими силами Родине Но при этом одним из главных средств такого служения мы считали сближение и объединение русского искусства с общеевропейским или точнее с общимировым Уже во имя этого служения Дягилев предпринял обе свои первые выставки немецких и английских акварелистов и скандинавских художников И если бы он уже тогда обладал достаточными средствами то он свою третью выставку сделал бы прямо международной Этими средствами однако он еще не обладал нашел он их лишь в следующем 1899 году пока же удовлетворился известной полумерой отражавшей тот же принцип За невозможностью пригласить в Петербург всех выдающихся западных художников он ограничился ближайшими которые до тех пор ничем не были связаны с русскими ведь Финляндия в отношении России была чем-то вроде за границей частью Западной Европы с финским искусством Дягилев успел ближе познакомиться устраивая свою скандинавскую выставку но с одним из самых значительных финских художников и как раз с тем который считался главным представителем финской школы я и Бакст уже несколько лет были знакомы никогда не забуду до чего мы были взволнованы когда весной 1891 года на одном из ужинов у моего брата Альбера мы оказались соседями Альберта Эдельфельта этого статного красивого человека о котором мы знали что он пользуется большой известностью в Париже и что картины его висят в Парижском музее финский художник Альберт Эдельфельт 1854 1905 был связан с Парижем все начальные годы своего пути он получил образование у Жерома в институте изящных искусств его первые исторические картины 1877 78 годов были близки по стилю к произведениям Лорана французского художника салонно-академического направления пользовавшегося тогда шумной известностью картина богослужения в Шхерах одна из первых написанных на сюжет национальной истории была приобретена в 1881 году французским правительством для Люксембургского музея позже передана в музей города Лилля войти в непосредственный контакт с такой знаменитостью беседовать запросто с ним слышать из его уст рассказы о том что сейчас творится на свете что принято любить что презирать это ли не было для нас великим счастьем при всей нашей блазированности в разных смыслах в нас было тогда еще много наивности и известного провинциализма и поэтому мы буквально насели на Эдельфельда закидывая его вопросами и чуть ли не экзаменуя его надо при этом заметить что этот типичный северянин в котором было больше шведских элементов нежели финских обладал совершенно исключительным шармом его большие глаза из-под строгих бровей точно светились в них точно отразилась таинственность белых ночей гладь студеных озер и в то же время это был элегантнейший светский человек превосходно одетый еще лучше воспитанный он видно ценил свою принадлежность к лучшему обществу как у себя на родине так и во всех странах где он был прославлен как художник это был во всех смыслах изысканный господин а в наших глазах его голова была еще окружена ореолом парижского признания с тех пор Эдельфельд встречая радушный прием как в высших русских кругах так и в лице Александра Третьего и Марии Федоровны ведь императорская чета питала особую склонность к красотам финляндской природы и каждое лето проводила несколько недель в плавании среди финских шхер стал довольно частым гостем Петербурга и в один из этих приездов он при весенней выставке в Академии художеств устроил выставку последних своих работ проводившиеся обычно весной годичные экспозиции Академии художеств в 1897 году получили официальное название весенних выставок вновь были утверждены правила выставок до того не раз менявшиеся в 1883 85 90 годах с марта 1897 года весенние выставки стали устраиваться на более демократических основаниях жюри избиралось не собранием Академии а самими экспонентами благодаря чему представительство художественных групп на выставках расширилось Говоря откровенно эта выставка меня разочаровала как раз тогда я начал заглазно увлекаться импрессионизмом я стоял за более свободную манеру все же картины и портреты Эдельфельта отличались некоторой сдержанностью и некоторым безразличием краском однако разочарование это не помешало тому что мы продолжали любить и почитать художника и вполне естественно что именно через него произошло затем наше сближение с его соотечественниками среди которых нам особенно полюбились тонкий разносторонний Эрнефельд более грубоватый здоровяк Бломштетт и наконец тот художник которого сами финны почитали за своего национального гения за большого эпического поэта в живописи Аксель Галлен кроме того на нашу первую выставку Дягилев пригласил еще несколько молодых финнов и среди них Энкеля про которого тогда говорили что он зря прожигает свой исключительный талант приглашен был и выдающийся скульптор такой же парижанин как Эдельфельд Вальгрен Факт Факт участия в нашей выставке финских художников мог быть рассматриваем как значительная новость и даже как нечто имеющее символико политическое значение Однако не в этом был главный интерес выставки а в том что молодое русское искусство выступило в первый раз в каком-то обобщении Самый этот наш союз с финнами за продление которого было произнесено тогда немало речей и банкетных тостов ограничился на самом деле одним только этим разом Не без грусти финны которых мы продолжали приглашать и в последующие годы отвечали что они не могут быть с нами Но это единственно по политическим причинам Те утеснения которые русское правительство считало тогда нужным применять к финляндскому княжеству вызывали в финском обществе слишком большое негодование Финские же художники были гораздо более солидарны с такими переживаниями общественной совести нежели были мы Новая попытка соединения русского и финского художества произошла еще раз гораздо позже в связи с мартовским переворотом 1917 года и тогда когда обе страны исполнились иллюзии будто со старым антагонизмом между ними покончено навсегда и будто отныне станет возможным вести всякую культурную работу рука об руку и опять был устроен банкет произнесены были речи однако кроме одного опыта дальше дело не пошло и тогда в впрочем если не считать склонности к скандалу нашего лидера Дягилева сами мы вовсе не собирались бросать какой-либо вызов мы просто хотели предстать в качестве известного единодушного целого а если у нас и была своя творческая программа то она не выражалась в каких-либо формулах и тем менее являлась объявлением войны правда все участники этой выставки в одинаковой степени ненавидели рутину и для нас рассадником таковой представлялся академизм главной цитаделью которого продолжала оставаться императорская академия художеств невзирая на ту реформу которая была в ней только что проведена однако это вовсе не значило чтобы мы порывали со всем прошлым и своим примером приглашали молодое русское художество ступить на совершенно новые революционные пути напротив самое ядро того сочетания умов и дарований которое через год получило официальное название мир искусства стояло за возобновлением многих как технических так и идейных традиций русского и международного искусства мы томились по школе мы взывали к воссозданию таковой мы считали себя в значительной степени представителями тех же исканий и тех же творческих методов которые ценили и в портретистах 18 века и в Кипренском и в Венецианове и в Федотове а также и в выдающихся мастерах непосредственно предшествующего нам поколения в Крамском Репине Сурикове впрочем кроме академизма мы ненавидели еще и типичное передвижничество понимая под этим все то в чем проявлялась известная литературщина какая-либо политическая или социальная тенденция нашим лозунгом было чистое и свободное искусство но вот чем-то наша уж очень широкая позиция оказалась непонятной русской публике и еще менее всей тогдашней русской прессе а потому наше выступление в общем было встречено с определенной и предвзятой враждебностью не все рецензии были таковы в статье нововременского критика Кравченко выставка русских и финляндских художников в зале музея барона Штиглица новое время 1898 год 19 января делалась попытка разъяснить позицию устроителей и поднять организационную роль Дягилева однако именно эта статья вызвала особенно резкую реакцию Стасова голос которого продолжал оставаться авторитетным для читающей публики смотрите его статью выставки новости и биржевая газета 1898 год 27 января смотрите также Стасов избранные сочинения в трех томах Москва 1952 год том 3 страницы 215 221 те обвинения которые бросались тогда молодой русской поэзии были теперь направлены и против нас художников мы сразу были прозваны декадентами сразу нашлись и какие-то господа которые являлись на нашу выставку только для того чтобы вдоволь на ней посмеяться и повозмущаться какой-то почтенный генерал приходил несколько раз на выставку и каждый раз обходя ее разражался зычным хохтом перед целым рядом картин другой посетитель устроил скандал кассирше требуя обратно деньги заплаченные за вход в моей собственной семье я нашел таких же свирепых поносителей нашей выставки в лице моих братьев и их жен на семейных сборищах мои родственники не уставали допытываться от меня неужели я серьезно все это одобряю не кроется ли под личиной моего увлечения Сомовым Коровином Нестеровым и так далее какое-то с моей стороны лукавство а то и мистификация и тогда меня наградили кличкой декадент и ходил я с ней по крайней мере еще лет десять лишь успех за пределами России повлиял на какую-то нашу реабилитацию нечто подобное происходило и в семьях моих ближайших друзей старики Сомовы были прям таки сокрушены тем что их Костеньку зачислили в декаденты Анну Павловну философову утешало лишь то что ее племянник Сережа Дягилев и ее сын Дима хоть путем скандала а все же прославились Совершенно же напугана была родня и Левушки Бакста и Валечки Нувели Да и среди самих участников выставки многие были смущены той бурей негодования которые она возбудила и в нашей компании послышались правда довольно робкие упреки организаторам выставки с Дягилевым во главе зачем где дразнить гусей зачем допускать всякие крайности напротив горой стоял за выставку в целом серов и больше всего за то что было в ней особенно смелого и дерзкого из всего выставленного наибольшее возражение в публике вызвало декоративное панно Врубеля речь идет о декоративном панно утро 1897 год государственный русский музей первоначальным отвергнутым заказчиком варианте панно для особняка Морозова не только панно но и скульптура Врубеля демон и голова великана из Руслана вызвали резкие нападки Стасова с его искусством мы и сами только теперь познакомились но слышали мы о нем очень много от наших приятелей москвичей почти все они говорили о Врубеле как о каком-то озадачивающем чуде но у одних звучали при этом нотки не совсем полного доверия другие напротив верили в него абсолютно и отзывались о нем с энтузиазмом все впрочем соглашались на том что Врубель представляет собой нечто совершенно исключительное и такое равного которому не только в русском искусстве но и вообще не найти сам Врубель когда-то бывший учеником Петербургской академии с тех пор уже многие годы в Петербурге не бывал и на петербургских выставках не участвовал нельзя было найти здесь ни самих работ его ни каких-либо воспроизведений с них все это углубляло таинственность окружавшую его имя наше любопытство было теперь удовлетворено перед нами занимает центр одной из стен выставки красовался очень значительный образец кисти Врубеля и надо сознаться нас начиная с Дягилева постигло разочарование ведь нам рассказывали что Врубель безупречный мастер рисунка что он рисует как Энгр а тут среди каких-то водорослей барахтались еле различимые очень приблизительно разработанные и довольно банальные фигуры женщин нам превозносили его бесподобные краски его блестящий колорит а это панно было точно покрыто одним сплошным мутно-зеленым колером и не было в нем никаких звучных сочетаний повторяю мы были разочарованы но когда послышались со всех сторон нападки профанов то пришлось поневоле кривить душой и защищать это панно нападки стали особенно озлобленными когда стало известно что наша княгиня под влиянием молвы о гениальности врубеля приобрела это панно что и было сочтено прямо за некий вызов в своих воспоминаниях Тенишева пишет что панно врубеля было приобретено ею для особняка на английской набережной она сочувствовала художнику и хотела помочь ему не находившему признания в официальных художественных кругах утро было первым произведением художника появившимся на выставке после неофициально показанных мамонтовом двух декоративных панно врубеля на нижегородской ярмарке 1896 года высоко ценя одарование врубеля и выделяя его из среды современных художников Тенишева и в дальнейшем стремилась привлечь его к своим художественным начинанием в частности к деятельности мастерских в Талашкине смешливые посетители выставки избрали теперь именно это панно мишенью для своих излияния веселости ежедневно перед панно можно было встретить группы совершенно открыто потешающихся людей люди же более серьезные и угрюмые гневались и возмущались вовсе не стараясь смягчить выражений своих чувств окончательную точку в скандале вызванном картиной Врубеля поставила карикатура художника Щербова известного под псевдонимом Old Yard напечатанная в красках на двух страницах сатирического журнала Шут напечатана в журнале Шут 1898 год номер 7 страница 8 9 с подписью «Брось бабка торговаться» «Одеяло в рубель» «Ведь я его не на свалке выгреб, а в больнице у Фрея выудил» На ней была изображена сама наша щедрая благожелательная меценатка Мария Клавдиевна Тенишева в виде омерзительной бабы торговки А перед ней стоял Дягилев представленный каким-то прощелыгой о чем упорно держался слух что он промотавшийся авантюрист ищущий всюду возможности поживиться на чужой счет И вот этот оборванец предлагал бабе изношенную зеленую тряпку которая и должна была представлять панно Врубеля Подпись под картиной содержала дурацкую игру слов Врубель и Рубель Наш кружок в целом отнесся к этой грубой и пошловатой шутке с благодушием Мы были подкуплены как-никак талантливостью Щербова Но легко себе представить то впечатление которое произвел этот пасквиль на княгиню Того ли она ожидала когда добровольно бралась за миссию поощрять молодое русское художество Она была с полным основанием оскорблена в своих лучших чувствах и нам всем стоило больших усилий чтобы ее как-то утешить и успокоить Честь послужить петербургской публике забавой и оказаться перед ней в чем-то вроде шутовского колпака на голове эту честь вполне разделял с княгиней Сомов В первый раз люди тогда знакомились с чарующей тонкостью его творчества с его редким чувством природы и с его удивительным угадыванием настроений прошлых времен На почетном месте среди ряда его акварелей Дягерев повесил одно из самых душистых его произведений Радугу которая тогда же сразу поступила в Гельсингфорский музей Но за исключением тесного круга более чутких людей никто не понял всего что было искреннего и тонкого в этих фантазиях или в этих отражениях простой действительности Зато всяким придирком каким-либо погрешностям в рисунке в перспективе не было конца И сразу по городу распространилась молва что этот новоявленный декадент не только не умеет ни писать ни рисовать но что он при этом и шарлатан и обманщик Напрасно пытался я защищать где только мог искусство моего друга В спорах доходивших до ссор которые тогда велись мною повсюду куда бы я не попадал обвиняли меня в лицеприятстве Вы так говорите потому что Сомов ваш друг или в участии в каком-то заговоре все того же порочного декадентства против здравого смысла и всех законов красоты Эти споры эти обвинения протянулись затем на годы и именно Сомов долгое время продолжал навлекать на себя особенно яростные обвинения Все же наибольшую враждебность публики испытал на себе наш организатор наш лидер Сергей Дягилев Ему ставилось в вину даже то что выставка получила какой-то слишком нарядный вид даже на карикатуре Щербова Дягилев изображен в окружении расставленных на земле вас и горшков с цветами Этой роскошной нарядности много способствовал самый предоставленный под нее зал уже раз использованный Сережей На сей раз он казался особенно парадным благодаря невиданному обилию оранжерейных растений и цветов которые не жалея затрат Сережа всюду проставил На известную передовую и независимую часть столичной интеллигенции дурное впечатление произвело еще и то с какой небывалой еще на выставках помпой произошло открытие на которое пожаловала почти вся царская фамилия с обеими императрицами и императором во главе при вступлении их в зал грянул помещенный на хорах оркестр мне довелось в этот раз водить то одного то другого из царственных посетителей в частности великую княжну Елизавету Федоровну ее супруга великого князя Сергея Александровича государыню Марии Федоровну и почтенного великого князя Михаила Николаевича все они отнеслись к выставке с тем ровным рутинным квазивниманием которое входит в воспитание высочайших особ очень редко высказывающих свое действительное одобрение или неодобрение один только великий князь Владимир Александрович удивил всех своих августейших родственников тем что приобрел акварель как раз Сомова причем это было единственное его приобретение на выставке оказалось впрочем невыясненным явилась ли эта выходка Владимира Александровича своего рода бравадой стоившей ему очень незначительной суммы а деньги он тратить не любил чем-то вроде дразнения или эта прелестная вещь изображавшая боскет из стриженных деревьев ему в самом деле понравилась памятна мне еще эта выставка 1898 года тем что я часто бывая на ней каждый раз встречал здесь милого Серова что и способствовало нашему сближению надо при этом заметить что Серов имел в этом году совершенно исключительный успех и действительно что могло вызвать кроме самого искреннего восторга такие его шедевры как портрет великого князя Павла в латах конного полка как портрет Александра Третьего в красном датском мундире как два чудесных пейзажа в каталоге выставки портрет Александра Третьего не значится хороши были и выставленные портреты Малявина его сестры Ерепина несколько слабее обыкновенного был представлен Левитан приберегший более значительные свои работы для передвижной выставки с которой он не собирался порывать тогда как Серов почти не скрывал того что передвижники ему надоели и что его тянет к какой-то иной группировке подальше от всего что слишком выдает торговые интересы или социальную пропаганду этой тяге особенно способствовало то что Серов тогда переживал эпоху особого увлечения личностью Дягилева ему нравились в нем не только его размах его смелость и энергия но даже и некоторые его безрассудства не надо забывать что в Серове таился весьма своеобразный романтизм вспомним хотя бы его увлечение Вагнером наконец он любовался в Сереже тем что было в нем типично барского и немного шалова то была любопытная черта в таком несколько угрюмом медведем глядевшем и очень ко всем строгом Серове впрочем его часто пленяли явления как раз никак не вязавшиеся с тем что было его собственной натурой не отказываясь от своей привычной иронии он однако не скрывал что вообще пленен некоторыми чертами аристократизма его тянуло к изысканным туалетам светских дам ему нравилось все что носило характер праздничности что отличалось от серой будничности от тоскливой мещанской порядочности Дягилев несомненно олицетворял какой-то идеал Серова в этом отношении еще до открытия выставки но и тогда когда уже часть картин была развешена ее стали посещать разные лица заслуживавшие такой привилегии своим явно выраженным интересам к искусству вообще и своей явной симпатией к нашей группе из них надо выделить чету Боткиных с которой я тогда как раз познакомился и с которой затем у нас завязались самые дружеские отношения при первой встрече я принял эту высокую дородную даму и этого очень белокурого господина за юных молодоженов я даже принял Сергея Сергеевича благодаря его полувоенной форме за студента медика на самом деле этот сын одного из самых знаменитых светил русской науки был уже сам известным врачом и профессором военно-медицинской академии жена же его Александра Павловна была дочерью особенно мной чтимого Павла Михайловича Третьякова мне понравилось как ее несколько монументальная наружность так и его сразу сказывавшаяся склонность к хорошему настроению к шуткам черта особенно меня всегда пленявшая в людях Сергей Сергеевич часто разражался весьма заразительным смехом он что называется ржал причем его маленькие светлые глаза под сильными стеклами очков начинали как-то особенно блестеть а лицо становилось удивительно детским но вдоволь отсмеявшись Боткин сразу возвращался к своей обычной серьезности в которой таился оттенок печали при всех своих знаниях он был искренне и глубоко верующим христианином а в смысле политическом убежденным монархистом это не мешало тому чтобы в его присутствии подчас разбивались взгляды и на религию и на правительство очень не схожие с его взглядами очень характерно для благородства Сергея Сергеевича было то что он никогда не отказывался хлопотать за смягчение участи каких-либо политических осужденных мне особенно памятен случай когда он специально отправился по моей просьбе в царское село в качестве лейб-медика получил царскую аудиенцию и добился у государя приказа о досрочном освобождении художника Гржебина больного туберкулезом и попавшего в кресты во время той реакции которая началась вслед за первой революционной вспышкой 1905-1906 годов даже самые крайние из них не вызывали в нем каких-либо протестов если в них слышалось серьезное убеждение а не проявлялось нечто недозрелое взятое на прокат в угоду моде из тех учений которые периодически становились на время общеобязательными мы впрочем и я и моя Анна Карловна особенно скоро сошлись с Боткинами на чисто художественной почве оба супруга искренне пламенно любили и чувствовали искусство и в обоих жила та коллекционерская жилка которую в Александре Павловне можно было считать наследственной возможно что или жена в данном случае увлекла мужа или что благодаря ей эта страсть уже заложенная в Сергея Сергеевича развелась в чрезвычайной степени в первые годы нашей дружбы он коллекционировал совершенно полюбительски покупая все что случайно его пленило у антикваров и не задаваясь какой-либо особой программой в тесной связи с этим нашим первым групповым выступлением находится и начало реализации нашей давнишней мечты о создании своего собственного органа уже я упомянул как мы ходили вокруг да около этой идеи не находя в себе самих ни сил ни средств эти проекты осуществить одно время мой двоюродный брат Каос взялся было за создание такого художественного журнала но из этого ничего не вышло лишь начиная с 1896 года идея журнала стала приобретать более конкретные очертания у Владимира Аргутинского сохранилось воспоминание как встретившись случайно с Сережей на музыкальном торжестве в Байроте они заговорили о таком нашем собственном органе считая что момент настал чтобы в России возникло нечто подобное английскому студию студию английский ежемесячный художественный журнал выходящий в Лондоне с 1895 года вопрос о характере журнала о его аспекте и содержании обсуждался тогда со мной во время летнего визита Дягерева в Британию а осенью того же 1897 года я получил от него письмо в котором он опять еще более определенно возвращается к этой же идее журнала вот несколько строчек из его письма я весь в проектах один грандиознее другого теперь проектирую этот журнал в котором думаю объединить всю нашу художественную жизнь то есть в иллюстрациях помещать истинную живопись в статьях говорить откровенно что думаю наконец примкнуть к журналу новую развивающуюся в Москве и Финляндии отрасль художественной промышленности словом я вижу будущее через увеличительное стекло но для этого мне нужна помощь и конечно к кому же мне обратиться как не к тебе впрочем в тебе я уверен как в себе не правда ли Костя уже обещал помощь обложкой и афишей о журнале в течение всего подготовительного к выставке периода и особенно после ее открытия было тоже много разговоров кроме княгини Тенишевой стремившейся заслужить благородную славу меценатки на нашем горизонте появился теперь и знаменитый московский деятель промышленник по профессии но художник в душе знаменитый безудержный неустрашимый Савва Мамонтов он горячо поддержал намерение княгине субсидировать журнал и изъявил готовность взять половину расходов на себя соединение этих двух лиц было отпраздновано роскошным обедом в Тенишевском особняке на английской набережной на нем особенно блестящую и пламенную речь произнес экспромтом Ян Ценглинский ему отвечал в не менее патетических тонах Савва Иванович и вслед за ним с бокалом в руках очень бойко произнесла нечто короткое но вполне соответствующее моменту Мария Клавдиевна из-за стола за которым было выпить очень много шампанского все встали в сильно приподнятом настроении после чего состоялось музыкальное послесловие в котором под большим портретом Чайковского княгиня спела несколько романцев а тот же Ценглинский с мастерством сыграл на великолепном Блютнере Смерть Изольны это чрезвычайное сборище для большей торжественности происходило на парадной половине Тенешевского особняка вообще Мария Клавдиевна принимала тогда своих друзей и более близких знакомых в особой квартире которую она снимала в большом соседнем доме на той же английской набережной несколько ближе к Сенату квартира эта помещалась в нижнем этаже с окнами на Неву и была ее прозвана Эрмитажем туда князь Вячеслав Николаевич вообще не допускался зато почти каждый вечер а то и днем здесь происходили сборища состоявшие из художников музыкантов и некоторых особенно привилегированных приятелей княгини тут часто бывал красивый статный преображенец князь Аболенский приходившийся если я не ошибаюсь каким-то родственником Теньшевым тут бывал и другой офицер тоже очень статный и красивый Шипов оба в своих с иголочки мундирах представляли собой скорее декоративный элемент и активного участия в прениях не принимали тогда как настоящими действующими лицами являлись мы слуги Аполлона в том числе сам Илья Ефимович Репин в этом Эрмитаже можно было наблюдать за первыми шагами Романа Репина с той которая стала вскоре затем его хозяйкой в знаменитых пенатах Наталья Борисовна Нордман находилась в родстве с княгиней Тенишевой и состояла тогда при ней на положении компаньонки В Эрмитаже она заведовала всей хозяйственной частью разливала чай руководила прислугой подчивала гостей лакомствами занимала разговорами тех кто оказывался как-то в стороне наружность ее была скорее тусклая стертая манеры характерные для бедной родственницы но это была не глупая особа довольно образованная и начитанная я иногда вел с ней долгие и содержательные беседы и мне кажется что Наталья Борисовна именно этой склонностью к умным разговорам должна была импонировать Илье Ефимович Одной из частых тем ее бесед был Толстой и уже тогда она обнаружила свою приверженность к некоторым из его учений Впоследствии когда она стала самостоятельной хозяйкой она с чрезвычайной последовательностью проводила толстовские направления особенно что касается еды и посетители пенатов обязаны были за обедом при котором отсутствовала прислуга насыщаться разными далеко не вкусными вегетарианскими блюдами среди которых особенно дурной славой пользовался суп из сена Он уже тогда взялся руководить той учрежденной княгиней свободной художественной школой что помещалась в ее особняке во флигеле с выходом на галерную Тенишевы в 90-е годы на собственные средства были учреждены две рисовальные школы одна из них в Петербурге просуществовала с 1894 по 1904 год другая начальная рисовальная школа в Смоленске с 1896 по 1899 студия сразу завоевала себе почетное место желающих поступить было в 10 раз больше чем позволяло помещение в нем могли работать при двух натурщиках до 50-60 человек в начале учебного года места брались положительно сбоя Тенишева впечатление моей жизни страница 180 в устройстве петербургской художественной студии некоторые из современников в частности Остраумова Лебедева склонны были видеть основную заслугу Тенишевой в ней преподавал Репин среди других художественное образование получили его сын Юрий Репин дочь Маковского Маковская Лукш Билибин и другие кроме того можно было часто встретить в эрмитаже Адриана Викторовича Прахова поведшего с какими-то непонятными для нас целями атаку на княгиню Рядом с Репином он являлся представителем более старого нежели мы поколения ведь еще в 70-х годах Прахов занял в художественном мире Петербурга видное положение главным образом благодаря изданию иллюстрированного журнала Пчела считавшегося для того времени образцовым Пчела или русская иллюстрация еженедельный иллюстрированный журнал по вопросам искусства литературы политической и общественной жизни выходил в Петербурге в 1875 78 годах редактором издателем его был художник Микешин 1876 78 годы художественным отделом руководил Прахов писавший под псевдонимом Профан в сравнении с нами людьми только начинающими это был в полном смысле деятель маститой успевший прославиться своими учеными трудами однако сам Прахов вовсе еще не собирался переходить в разряд почтенных отсевших в сторону старцев напротив он был полон прыти и молодцеватости и это сказывалось хотя бы в такой подробности как то что он красил свою длинную сидеющую бороду бывало он и в жизни старался выказать особую строгость соответствующую его духовной миссии однако не успели мы с ним переступить порог тенишевского эрмитажа как он в ужасе отшатнулся и пустился в бегство до того его испугал тот шум смех визги топот что доносился из соседней с передней гостиной и особенно ему показалось отвратительным зрелище отплясывавшего наподобие античного Селена Прахова того самого почтенного Адриана Викторовича которого Нестеров привык видеть в ином свете в качестве руководителя росписью Киевского Владимирского собора нельзя себе представить более разительного контраста с этим резвящимся профессором как вид Константина Петровича Победоносцева однако из сего государственного мужа можно было иногда встретить в Эрмитаже Российский великий инквизитор впрочем не посещал тех вечеринок а являлся к пятичасовому чаю причем не принимал участие в общих со всеми беседах а уединялся с княгиней в уголке у окна Бледный как покойник с потухшим взором прикрыт хачками глаз он своим видом вполне соответствовал тому образу который русские люди себе создали о нем судя по его мероприятиям и по той роли считавшейся роковой которую он со времен Александра Третьего играл в русской государственной жизни это было какое-то олицетворение мертвенного и мертвящего бюрократизма олицетворение наводившее жуть и создававшее вокруг себя леденящую атмосферу тем удивительнее было то что победоносцев умел очень любезно мало того очень уютно беседовать затрагивая всевозможные темы и не выказывая при этом своих политических убеждений что могло притягивать этого казавшегося бездушным и закостенелым человека княгине ведь умной собеседницей ее нельзя было назвать и едва ли у них находились какие-либо общие интересы остается предположить что победоносцеву княгине нравилось как женщина что он просто находил известное удовольствие и известное освежение в бесхитростной болтовне с ней а может быть его пленило и то что все что говорила Мария Клавдиевна отличалось если не глубокомыслием то искренностью и той чисто женской логикой над которой так легко праздновать победы и потом Марию Клавдиевну нельзя было зачислить в категорию скучных светских дам или претенциозных синих чулок в ней не было и тени жеманства или того что тогда еще не называлось снобизмом в заключении рассказа о Тенишевском Эрмитаже я приведу еще один случай относящийся все к тем же вечерам было вообще принято покидать Эрмитаж в довольно поздние часы то в два то и в три часа ночи княгиня при этом никогда не заботилась о том как мы доберемся до дому однако покидая как-то вместе с Валечкой Новелем Эрмитаж мы были чрезвычайно изумлены и тронуты когда Мария Клавдиевна при прощании объявила что нас ждут ее сани и действительно таковые оказались у подъезда но вид незнакомого очень молодого кучера почти мальчика который с трудом сдерживал огромного белого в яблоках рысака не произвел на нас особенно благоприятного впечатления и Новель уже заговорил о том что ему проще дойти до себя пешком благо он жил тут же рядом за углом на галерной но швейцар и выбежавший лакей как-то очень решительно и ловко подсадили нас одного за другим на довольно узкое сиденье саней туго застегнули медвежью полость и опомниться мы не успели как рысак уже рванул и полетел вдоль по набережной несся конь вихрем мальчишка же кучер его еще подгонял то вожжами то чмоканьем дух захватывало а на взлетах по горбатым мостам у зимнего дворца и у летнего сада казалось вот-вот мы перекувырнемся и разобьемся о какую-нибудь тумбу при этом никакие убеждения на кучера не действовали было ясно что он исполняет какой-то наказ что это шутка придуманная княгиней тут всматриваясь в кучера мне почудилось в его затылке в ухе с напяленной бобровой шапкой что-то знакомое странно мне показалось и то что кучер молчит и не поворачивает к нам лица постепенно убедившись что мы вверены в руки хоть и молодого но очень сильного и ловкого специалиста я стал забавляться авантюрой валечка все больше и больше раздражался и наконец стал брониться по-французски это нелепо это гадко он нас опрокинет это сумасшедший и тому подобное и тут когда парень неожиданно в ответ на это его негодование прыснул стало ясно кого мы имеем перед собой в кучерском армике сидела на облучке сама княгиня четвертинская это она так мужественно управляла неистовым рысаком смилостивившись наконец киту доехав до Литейного моста повернула обратно и довезла сначала Нувеля до его дома на Галерной а затем доставила и меня на улицу Глинки и столько затем было смеху при воспоминаниях об этой безумной поездке и об удавшейся мистификации как потешалась княгиня Мария Клавдиевна как хитренько и не без гордости усмехалась сама княгиня Екатерина Константинна и какой это был типично русский случай годный для повести из помещичьего быта а теперь для фильма жаль только что ни я ни Валечка не подходили для ролей влюбленных героев глава 25 открытие русского музея императора Александра Третьего главной причиной моего пребывания в Петербурге в течение первых месяцев 1898 года было устройство дара княгине Тенишевой в новоучрежденном музее императора Александра Третьего К сожалению пожертвование коллекции оказалось сопряженным для дарительницы с глубоким разочарованием согласно ее первоначальному намерению дар ее должен был оставаться нераздельным и в обе части собрания русское и иностранное помещаться в одном хранилище пожалуй это было не так уж логично но то была выраженная воля пожертвователя мало того главным условием принятия дара и это условие было принято государем поставившим на прошение княгине подданным на высочайшее имя свое быть посему увы в дни царствования Николая второго и самые категорические утверждения уже немного значили почему-то данное условие не пришлось по вкусу Михаилу Петровичу Боткину и он повел свою интригу воздействуя на вице-президента императорской академии художеств графа Толстого и на августейшего управляющего музеем великого князя Георгия Михайловича художник-любитель и знаменитый коллекционер всяких редкостей Боткин приходился родным дядей нашему Сергею Сергеевичу однако находился с ним не в особенно приязненных отношениях состоял он во всевозможных художественных комиссиях и комитетах но всюду пользовался несмотря на свои ласковые манеры репутацией коварного интригана Боткин Михаил Петрович 1839 1914 художник академик живописи автор картин религиозного содержания был одной из ярких фигур старой академии он сохранил влияние в различных организациях Петербурга и после ее реформы в 1893 году когда сам в академию избран уже не был в конце концов он добился того что в последний момент княгине Тенишевой было официально объявлено что она имеет доставить в музей Александра Третьего одни лишь русские вещи будь я в это время в Петербурге я постарался бы обернуть дело таким образом чтобы все же как-то спасти идею образования доступного для публики хранилища европейского искусства выраженного в рисунках и акварелях можно было бы сделать предложение разместить иностранную часть даже в верхнем этаже Михайловского дворца место было довольно или в крайнем случае при музее академии художеств где Тенишевское собрание иностранных мастеров явилось бы добавлением или продолжением к уже существовавшей там галереи графа Кушелева безбородка наконец княгиня могла бы ввиду несоблюдения поставленного условия просто отказаться от предоставления своего дара но вот меня особенно заинтересованного в том чтобы обе части собрания княгини Тенишевой стали бы общественной собственностью тогда в Петербурге не было а все что я писал об этом и Марии Клавдиевне и Екатерине Константиновне и Альберу выражавшему полное согласие с моей точкой зрения все это не могло возыметь того действия которое оно имело бы при моем личном и энергичном вмешательстве пытался я еще и позже поправить дело но все напрасно постигшее разочарование сыграло в деятельности княгини значительную роль между тем Мария Клавдиевна была не из тех натур которых неудачи и обиды только подбивают на новые усилия она довольно скоро примирилась со случившимся смирилась покорилась русские вещи были связаны в Михайловский дворец все же осиротелые иностранцы остались у нее на дому кое-что княгиня приобрела и после этой катастрофы однако в общем она до такой степени была деморализована случившимся что через пять лет в 1903 году в ее петербургском особняке был устроен аукцион и иностранное ее собрание разбрелось по рукам в каталоге аукциона состоявшегося в особняке на английской набережной в 1903 году осмотр вещей был объявлен в течение трех дней 4-6 ноября продажа 6-9 ноября однако продавались не только рисунки иностранной части коллекции но и мебель фарфор и многие другие художественные предметы аукцион был вызван смертью князя тенишева в 1903 году нежеланием тенишевой жить в петербурге и ее переездом в талашкино решительным изменением с начала 1900-х годов ее собирательских интересов сосредоточившихся на предметах русской старины и народного творчества сама же княгиня в то время уже целиком обратилась к новой затее создание в своем имении художественного центра долженствовавшего помочь образованию пресловутого русского национального стиля тенишева организовала в своем смоленском имении талашкино сельскохозяйственную школу для крестьянских детей где помимо специальных предметов преподавались ремесла и прикладные искусства в дальнейшем это привело к образованию мастерских по керамике резьбе по дереву рисованию и вышиванию в 1904 году в работах мастерских по вышиванию участвовало около двух тысяч крестьянок из более чем пятидесяти деревень с талашкиным и предпринимавшимися попытками создать национальный стиль искусства были связаны многие крупные художники там в разное время жили и работали Васнецов Врубель Коровин Малютин Рерих Серов и другие как все подобные любительские затеи и это была обречена на неудачу стиль да еще такой который выражал бы самую народную душу не зависит от благих намерений отдельных лиц а образуется сам собой по каким-то таинственным органическим законам несколько слов теперь о Михайловском дворце превратившемся в те дни в музей имени Александра Третьего Михайловский дворец построен архитектором Росси с 1818 по 1822 год для молодого брата императора Александра Первого Михаила в момент приобретения дворца у наследников великой княгини Екатерины Михайловны я имел случай в подробности его обозреть и тогда вся его обстановка еще стояла на своих местах и весь гигантский дворец имел жилой вид в огромном большом зале еще не снята была сцена домашнего театра на которой всего года три до того давались спектакли великосветские участники их долгое время вспоминали о них как об особенно блестящих и удавшихся празднествах в большой угловой красной гостиной нижнего этажа еще стоял рояль на котором сам Антон Рубинштейн услаждал слух своей царственной поклонницы великой княгини Елены Павловны и ее приглашенных но особенно сильное впечатление произвели на меня две комнаты нижнего этажа выходившие в сад и служившие когда-то кабинетом и библиотекой великого князя Михаила Павловича можно только пожалеть что эти бытовые ансамбли не сохранились в том виде в котором они будучи созданы в 20-х и 30-х годах такими же и оставались все в этих обширных комнатах со сводчатыми потолками говорила о Николаевском веке и говорила в тонах если и несколько суровых но все же не лишенных художественности и живописности целый арсенал касок киверов треуголок целые полчища небольших удивительно тщательно обмундированных и вооруженных статуэток под стеклянными колпаками стояли на верхних полках книжных шкафов стены были завешаны трофеями состоявшими из саблей шпаг знамен а также картинами военного содержания и портретами в образцовые симметрии была расставлена мебель красного дерева крытая темно-зеленой кожей средину комнаты занимали огромные столы на которых можно было разложить планы большого формата в углу помещалась целая пирамида разнообразных трубок книги идеальной сохранности в красивых черно-зеленых и красных переплетах наполняли шкафы а в нижних отделениях шкафов помещались гравюры и литографии Михаил Павлович вошел в историю в качестве педантичного доизуверства фрунтовика солдафона тем удивительнее было встретить в его библиотеке множество роскошных изданий по искусству который он выписывал из Германии и из Парижа и в частности серии литографий домье говорни доверя и так далее все в изумительной сохранности все это досталось герцогу Мекленбург Стрелицкому и в позднейшее время я проводил приятнейшие часы разглядывая эти листы бережно хранившиеся в библиотеке герцога в его маленьком дворце на фонтанке это единственное по полноте собрание подверглось незадолго до революции разрознению и это потому что графине Карловой вдове герцога вздумалось эти серии отдельных листов отдать переплетчику в момент бегства владельцев из Петербурга в 1917 году эти уже переплетенные серии все еще находились у переплетчика но затем последний потеряв надежду увидеть возвращение своих заказчиков уступил их художнику Лебедеву возможно что эти альбомы в свою очередь были переданы Лебедевым другим коллекционерам ибо по сведениям лиц близко знавших художника перечисленные литографии отсутствовали у него уже в 1920 годы вообще же внутренность Михайловского дворца этого шедевра Карла Росси поражала своим великолепием и выдержанностью стиля не менее нежели его внешность особенной красотой отличалась парадная лестница одна из самых величественных и торжественных на свете но не уступала ей так называемая колонная гостиная билетажа в которой в целости сохранились не только отливающие блеском искусственного мрамора стены но и одна из самых изящных гарнитур густо золоченой мебели стиля эпохи империи вообще нужно отдать справедливость что новые хозяева грандиозного здания поставили себе задачей сохранить в целости все существенное архитектурного убранства за этим со всей строгостью следили назначенный с самого начала хранителем музея мой брат Альбер и его коллега Брюллов Брюллов Павел Александрович 1840 1914 живописец член товарищества передвижных художественных выставок с 1874 и академик с 1893 был резко оппозиционен к направлению мира искусства с 1897 по 1912 занимал пост хранителя русского музея Лишь в нескольких местах пришлось уступить требованиям чисто музейного характера Так в некоторых залах произведена заклейка обоями глинцевитых стен Более тяжелые вандализмы произведены там где закрашена роспись гризайль потолков и сводов а также удаление некоторых скульптурных украшений Самым же тяжелым вандализмом приходится считать упразднение разгром кабинета и библиотеки Михаил Павлович Гризайль монохромная роспись в серых тонах Когда я прибыл в Петербург в начале 1898 года то работы по устройству музея шли полным ходом По паркетам лежали доски а на высоких стремянках живописцы оканчивали окраску стен и реставрировали живопись плафонов Большинство музейных картин и как раз самые большие среди них еще не были повешены а стояли прислоненные к стенам Казалось что работы тут по крайней мере на год Однако все было готово к назначенному дню открытия и таковое состоялось без опоздания с обычной торжественностью Некоторые участия в этих лихорадочно спешных работах принял и я и не не только в тех двух залах которые были отданы Тенешевскому собранию но и повсюду Большинство тех художественных произведений которые составили ядро музея и которые при открытии его уже находились в его стенах были переданы из Эрмитажа Академии художеств и царских резиденций но кроме того сюда вошли и высочайшие приобретения сделанные за последние 15-20 лет с нарочитой целью их помещения в имеющем образоваться хранилище национального искусства к ним принадлежали исполинские картины Фрина Семирадского Грешница Поленова Ермак Сурикова Русалка и Поцелуйный обряд Маковского эти картины заняли три четверти стен наибольшего просветного зала того где прежде был театр и в той же зале пришлось разместить несколько исключительных по своему значению или по своей привлекательности для публики произведений как картины Репина Садко Святой Николай и Запорожцы Васнецова Парижские Балаганы и Перенесение Ковра Маковского и так далее все это составляло очень внушительное целое и наши патриоты уже считали что преимущество русской школы живописи здесь безусловно доказано на самом же деле многие из этих картин вредили друг дружке и все вместе производили впечатление чего-то пестрого и не очень утешительного куда выдержаннее был соседний тоже просветный зал куда встали одна рядом с другой так же как они были выставлены в Эрмитаже исполинские картины Помпея Карла Бриллова и Медный змей Бруни туда же вошли и другие крупные и знаменитые произведения как-то Явление Христа Магдалине Александра Иванова Мученики Флавицкого и Камилла Бруни Тайная вечеря Ге и две или три картины Айвазовского к сожалению туда же по настоянию Бриллова была выдворена самая неудачная из картин Карла Бриллова Осада Пскова чем племянник знаменитого художника оказал дяде дурную услугу Совсем неудовлетворительно был представлен 18 век и в частности меня огорчало отсутствие главной гордости русской школы живописи Раз устраивался национальный музей было бы естественно чтобы на самых почетных местах красовались смолянки Левицкого тогда еще продолжавшие украшать Петерговский дворец а также несколько шедевров Боровиковского находившихся в Гатчине и в Романовской галерее Портреты были переданы в Государственный русский музей только в 1917 году в Романовской в Романовской галерее зимнего дворца с 1842 года находился в частности портрет Павла I в Малиновом Далматике и Порфире 1800 год предназначавшийся для конференц зала Академии художеств с 1927 года в Государственном русском музее Комиссия по устройству музея была того же мнения и даже в предвидении изъятия из Петергофского большого дворца этих картин распорядилось сделать с них копии которые и должны были занять их места в Петергофе но тут комиссия наткнулась на решительный отказ государя придерживающегося той точки зрения что во дворцах все должно оставаться в том виде в каком оно было при его отце и никакие изъятия не должны нарушать ансамбли такого исключительного значения к сожалению как и всякое другое принципиальное решение и это требовало для данного случая корректива будь смолянки как-то исторически связаны с тем местом куда они попали случайно будь они написаны для Петергофа естественно было бы их не перемещать однако именно с Петергофом эти шедевры русской живописи не имели ничего общего а попали туда случайно по мнению Долгорукого портреты были предназначены для бильярдной комнаты Петергофского дворца Долгорукий капище моего сердца Москва 1890 год страница 91 что же касается до собрания княгини Тенишевой то под него были отведены две залы в нижнем этаже с окнами в сад в угловой более крупные акварели были просто развешены по стенам а рисунки разложены в витринах и размещены на двух турникетах соседнем уже длинному залу в три или четыре окна Мария Клавдиевна пожелала придать более нарядный вид тут были установлены щиты столярной работы обитые серым бархтом а на них повешены избранные или особенно ценимые княгиней вещи мой милый папочка пожелал дать для них рисунок то была вероятно его последняя работа за год до того он же по моей просьбе создал рисунок большого шкафа в голландском вкусе в котором временно хранились коллекции княгини на одном из этих панно красовался и ее акварельный портрет писанный репином общее впечатление получалось очень изящное а среди самих произведений вставленных в однообразные дубовые рамы было немало отличных или интересных вещей перед тем чтобы их окончательно водворить на места я произвел всему еще раз особенно строгий выбор и если уже после того осталось все же кое-что недостойное красоваться в музее то это не по моей вине а потому что Мария Клавдиевна никак не соглашалась с браковкой вещей особенно ей когда-то нравившихся все же и после чистки друзья меня поругивали за снисходительность и уступчивость особенно бронил Левушка Бакст устроивший мне даже род сцены за то что я положил в одну из витрин его рисунок младший дворник когда-то в его академические годы отражавший его увлечение жанровыми сюжетами в духе Владимира Маковского к сожалению я не мог оставаться в Петербурге до дня открытия музея Анна Карловна в середине марта ожидала второго ребенка и к этому моменту я должен был быть при ней нелегко мне было противостоять убеждениям отложить свой отъезд еще на несколько дней особенно того желали обе княгини Альбер и все мои друзья да и самому мне склонному ко всякого рода спектаклям очень соблазнительно было присутствовать при подобном торжестве на которое должна была явиться в полном составе вся царская семья и все главнейшие представители искусства и науки но риск прибыть в Париж с опозданием был слишком велик и потому я все же пересилил себя все же при чем-то вроде генеральной репетиции инаугурации музея произошедшие дней за пять до официального торжества мне было дано присутствовать и даже принять в этом участие инаугурация торжественное открытие посвящение музея от позднелатинского слова означающего обряд посвящения какого-либо лица или места совершавшегося жрецами авгурами эта репетиция была ознаменована прибытием самого государя пожелавшего обозреть музей имени своего отца с особой тщательностью и вне обычной сутолоки церемониальных сборищ для княгини это был особенно важный день она в первый раз должна была встретиться лицом к лицу с царем и бог знает какие иллюзии и надежды зароились у нее по этому поводу в голове во всяком случае она была в чрезвычайно приподнятом настроении в этот день хоть и пыталась его скрыть под оболочкой какой-то даже шаловливой фривольности у меня и у Альбера даже возникли опасения как бы она не совершила какой-либо бестактности не сболтнула по своей обычной привычке что-либо что ей пришло бы на ум однако все сошло благополучно если и не совсем так как бедной Марии Клавдиевне хотелось нам княгине и мне надлежало встретить государя у дверей первый из тенишевских зал ожидать пришлось долго уже давно раздались сигнальные звонки означавшие что государь выехал из зимнего дворца что он в пути что он приехал а все еще ничего не доносилось из тех помещений что лежали между нами и вестибюлем Михайловского дворца но это так было потому что государь по прибытии стал осматривать подробно тот ряд зал что открывался по левую руку от входа и продвигался он медленно выслушивая объяснения иногда довольно пространные которые давали ему Альбер Боткин и Брюлов наконец раздались довольно близкие шаги послышались голоса дежурившие сторожа все бывшие солдаты вытянулись во фрунт княгиня поспешно схватила тот огромный букет который она считала нужным вручить императору и у всех появилась та специфическая улыбка которая полагается быть при встречах с владыками мира сего и Николай второй со своими сопровождающими появился в соседней зале мы его увидали несколько музейных служащих в перемешку с целым отрядом тайной полиции стояли тогда на страже как снаружи в занесенном снегом саду мы их видали из окон так и по всем залам музея опасались как и всегда в России тех дней какого-либо покушения как раз накануне Альбер засидевшийся в своем хранительском кабинете выходившем на парадную лестницу был перепуган внезапно зазвеневшим электрическим сигналом безумный трезвон на силу уняли причем так и не доискались причины этой тревоги многие были готовы даже увидать в этом какое-то предупреждение свыше заношу эту пустяковую подробность как нечто очень характерное для тогдашних настроений читатель знает что я уже не раз имел случай оказываться в непосредственном контакте с императором тогда еще наследником на акварельных выставках да еще совсем недавно на открытии нашей выставки русских и финляндских художников но там среди массы людей трудно было его вполне осознать здесь же я его получил на добрые двадцать минут надлежало ему все рассказать про состав собрания про его характер и значения я отвечал на его вопросы а перед некоторыми произведениями происходила более долгая остановка и между мной и самодержцем всероссийским завязывался настоящий обмен мнений к последнему располагало полное отсутствие в Николае II величие крайняя его простота а также нечто в тоне его замечаний что при всем их благодушие как-то вызывало возражение я же был неисправим мне хотелось использовать до конца представившийся случай и хоть несколько просветить нашего властелина от которого все зависело спрашивается могло ли что-либо послужить темой для такого обмена мнений во всем том в сущности очень скромном и совершенно безобидном что здесь было выставлено однако нашлись эти темы и здесь особенно долгие остановки произошли перед недавно приобретенными эскизами Нестерова к образам в храме первого марта а теперь перед прекрасной акварелью Репина читающая дама перед портретом нувеля работы Бакста и перед чудесными кавказскими акварелями Альбера Нужно еще прибавить что вся манера держаться государя была теперь иная нежели та которая была ему свойственна в бытность его наследником тогда он не без аффектации показывал всем своим видом что ему убийственно скучно и что ему до всего что ему показывают нет никакого дела теперь же его манеры были проще естественнее и чем уж он грешил так это чрезмерной доступностью и приветливостью тенишевскую коллекцию он осмотрел во всех подробностях но нельзя сказать чтобы та совсем короткая фраза которую он ответил на глубокий реверанс и на букет Марии Клавдиевны отличалась теплотой видимо он был предубежден против нее и не считал нужным скрывать свое личное отношение к ней не могла скрыть и княгине своего огорчения и даже досады после того что государь еще раз кивнув ей прошел в соседнее помещение никак не изъявив своего монаршего благоволения вернувшись сразу к себе в Эрмитаж Мария Клавдиевна велела подать к чаю ром и заявив что она хочет сегодня напиться влила себе в чашку чуть ли не полграфинчика когда же киту попробовала ее поздравить она резко ее оборвала и объявила поздравить не с чем и тут же всплакнула мне стало ее ужасно жалко спасибо 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 Продолжение следует...